Итак, кто работает на эндоскопе фирмы Олимпус? Ручки поднимите, пожалуйста. Ну, лес, рук. Вот видите, как хорошо. У кого фибра, колоноскопы фирмы Олимпус? Ручки поднимите, пожалуйста. Есть, да? Есть. Но остальных всё-таки видео, так надо понимать, да? Ну, понятно. Значит, будем разговаривать на одном языке. Уже хорошо. Хотя, говорю, мои первые 20 лет прожитые были не зря, потому что на фиброволоконной оптике работали. И оперировали, и анацировали, и всё, что угодно делали. Так что не такая фибра уж и плохая. Хотя, конечно, видеоэндоскопическое оборудование гораздо интереснее. Гораздо. Я родился в 52-м году. В 58-м году уезжаю из города Урюпинска. Меня провожал сослуживец моего папы, дядя Коля Малёв. И говорит, видите, поедешь в Москву, увидишь телевизор. Действительно, я увидел КВН с линзой, да? Это был 58-й год. И вот смотрите, какая всё-таки у нас чудесная страна, чудесные изменения. Сколько всего интересного, хорошего. Вы успели, да, покушать? Нет, не успел. Жалко. Поэтому я говорю, что же нас ждёт? И 4К, и 3Д, да? Ребята, на 3Д кто-то поработал, нет? Кроме нас никого, да? Очень интересно. 3Д действительно, ребята. Это вот объёмная колоноскопия. Фирма Пентакс нам предоставила. Очень интересно. Я только на свином желудке в 3Д пошил иглодержателем эндоскопическим. Вот там точно нужен. Иглодержатель работает абсолютно как ляпроскопический иглодержатель. Я прямо абсолютно те же движения, только он вот такой длины для гибкого эндоскопа. И иголочка обычная, которая используется в ляпроскопии, только маленькая. И ниточка у неё, вилок, которая позволяет, её затягиваешь, у неё узелки, она фиксируется. Значит, тоже интересно. Любопытно, очень интересно. Ну что, Виктор Владимирович, можно начинать? Вы начинаете, да? Я просто так общаюсь. Да. Мы, собственно, и продолжим просто так общаться. Но называется это интерактивный курс «Остановим колоректальный рак». И в этой душевной беседе мы как раз хотим не только выступать, но и задавать вопросы, и слушать ответы. И у нас сегодня очень квалифицированное и дружеское, что немаловажно, и группа выступающих, и председателей. Виктора Владимировича Веселова, я думаю, представлять не надо. НМИЦ «Скола проктологии» Юрий Евгеньевич Ваганов, заведующий эндоскопическим отделением того же НМИЦ «Скола проктологии». Давайте ещё раз поздравим. Юрий Евгеньевич, буквально ещё месяца не прошло, как защитил докторскую диссертацию. Я предлагаю, мы поздравим его с этим моментом. А Наталья Владимировна готовится к защите докторской диссертации по зубчатым аденомам. Сегодня поделится частично, в том числе и материалом, да, Наталья Владимировна, который войдёт в эту работу. Ну что, Виктор Владимирович, у нас Женя сказала, что приготовила слайд, чтобы объяснить, как голосовать. Да, потому что по условиям сегодня мы все будем, просьба, сделайте это, потому что, ну, интересно будет посмотреть. Как я уже говорил на предыдущем семинаре, камер распознающих лицо здесь нет, поэтому можно голосовать, не будучи выявленным. Как это теперь у нас будет называться-то? Раньше были враг народа, а теперь что-то типа неподдерживающее, что ли, что-то в таком роде. Ну, какие страны у нас-то, нехорошие, как... Недружественные. Недружественные лица не будем выявлять, недружественные эндоскопии. И могу добавить, ребят, снимайте, могу добавить, что ещё у нас не работает принцип «сам дурак». Это что это такое? Задавайте самые глупые, самые непонятные вопросы. На самый такой вопрос неожиданный очень сложно ответить, поэтому задавайте, не стесняйтесь. Хорошо? Коллеги, если в вас ещё не изжит студенческий дух, то можете расположиться прямо на полу, потому что, похоже, что стульев уже не хватает. Но в любом случае, в любом случае... Ну, вот здесь есть пару мест, если хотите, проявите здесь, в этом крыле, пока не начали, проходите пару мест здесь есть. На подокончике можно устроиться? Можно устроиться, да, на подокончике, но мы сейчас донесём ещё 15 стульев. И в проходах, соответственно, их расставим. Нужно только чуть-чуть времени. Евгения Витальевна, что надо сделать? Скачать QR-код? Необходимо перейти либо по ссылке, ввести её в адресной строке поисковика, либо, если у вас телефон распознаёт QR-коды, соответственно, направить на экран и откроется сайт, на котором будет идти голосование. Все пять докладов у нас с интерактивом. Конечно. Ну что, Евгений Витальевна, я думаю, мы сегодня уже посидим. Ну что, Евгения Витальевна, скачали мы? Начинаем? Тогда, если можно, слайдя первая. Управлять можно отсюда прямо, да? Первый доклад. Мне сейчас Галина Вячеславовна Белова говорит, ой, я сейчас приду, послушаю твой доклад, мне интересно по искусственному интеллекту. Я говорю, а он не про искусственный интеллект. Он называется как раз в пику алгоритм естественного интеллекта при жизненной патолого-колоноскопической диагностике высокого разрешения и выборе метода удаления поверхностных новообразований толстой кишки. Мы, откровенно говоря, уже с Виктором Владимировичем обкатывали эти доклады. Вот. И уровень ответов нас не очень дотворил, поэтому решили не придумывать много новых, решили заново повторить. Мы под угрозой. Все вы помните фильм «Терминатор», когда машина объявила войну, да? Машины объявили войну человечеству. И мы создавали искусственный интеллект для того, чтобы он помог нам в диагностике. А теперь он, похоже, собирается с нами повоевать. Потому что уже те, кто был первым, японские коллеги в частности, забили тревогу. И эту тревогу я вам чуть позже покажу, в чем она состоит. Поэтому сегодня мы еще раз про все-таки про естественный интеллект. И этот интеллект был изложен в трудах наших учителей. Здесь вы видите работы Владимира Павловича Стреколовского, как раз Виктора Владимировича и Юрий Евгеньевича, продолжатели его дела. И в то время, когда... И вы тоже, кстати. Спасибо большое. Я учился, и наша школа. И в то время, откровенно говоря, алгоритм, особенно для молодых ребят, которые выросли в эпоху, когда хватало уже перчаток и бумаги белой. И надо мной все в клинике смеялись, что я сохраняю не очень грязные перчатки и оборотки листочков. Сейчас будут ходить за ними, потому что нас уже предупредили о дефиците. Так вот, алгоритм действий в 20 веке был достаточно простой и понятный. Если мы находили образование от 5 мм и более, нужно было выполнить щипцовую биопсию и отправить патологоанатому. Честно говоря, особенно и рассуждать не надо было. И, кстати, таким путем долгое время шли американские и европейские коллеги. Если вы возьмете оригинал публикации по парижской классификации, там прямо во вступлении Рене Ламбер. В общем, задача была обнаружить что-либо, отличающееся от гладкой, ровной, розовой, слизистой. Взять оттуда биопсию, отправить патологоанатому, дождаться заключения патологоанатому. И написать пациенту, какие анализы ему нужны для госпитализации. Он ложился, и ему удаляли образование, которое посрединке, скорее всего, петлевой электроэксизии. Слева, если это было меньше 5 мм, вообще, говорили, можно не трогать. Если больше, удаляли тоже петлей. Ну, а справа, понятно, определяли распространенность процесса. И либо оперировали радикально, либо циторедуктивную операцию с последующим химиотерапевтическим лечением. Ситуация изменилась, ну, Виктор Владимирович, почти кардинальным образом за вот эти недолгие 20 лет. Во-первых, вслед за профессором Куда мы начали обращать повышенное внимание на новое образование с депрессией. Потому что здесь представлены как раз 3,5-мм образования в поперечной ободочной кишке. Пациент ко мне пришел на обычную колоноскопию скрининговую. И у него вот эти образования с 20 типа, наиболее опасные, уже являлись аденомами с тяжелой дисплазией. По итогам проведенного их резекции и исследования как раз патоморфолога. А можно остановиться на предыдущем? Да, конечно. Женечка, давайте остановим. Давайте, да. А вон странно... А, я не туда нажал, извините. Еще. Вот, вот здесь. Смотрите, ребята, ну, наша вся оценка по Куда, да? Три слова. Ямки регулярные, нерегулярные, беструктурные. Регулярные добро, нерегулярная террористопозия, беструктурные аденокарсиномы. Что мы здесь с вами видим в центре? Вот. Какие ямки? Регулярные, нерегулярные или беструктурные? Ну, не беструктурные, нерегулярно что? Тяжелая дисплазия, видите, пожалуйста, трехметровое образование, а мы можем с вами разговаривать на морфологическом языке. Извини, Женечка. Нет, нет, я как раз очень рад, что у нас так пойдет именно в плане беседы. Пациент, 66 лет, очень ВИП-пациент, с большими претензиями, пришел для удаления вот этой аденомии, что слева. Зная, что такие ВИП-пациенты иногда задают странные вопросы после исследования, говорю ему, скажите, пожалуйста, можно посмотреть ваш предыдущий протокол? Каким аппаратом вас смотрели? Он показывает. Я говорю, вы знаете, с высокой вероятностью, что тем аппаратом, которым мы сейчас будем вас смотреть, потребуется не только удаление этой аденомы, но, возможно, еще будут обнаружены. И, естественно, я максимально, чтобы не подставить потом, потому что если потом скажешь, первое, что скажет пациент, а, у меня пропустили там, как раз для того, чтобы он этого не сказал, я акцент на аппаратуру. Естественно, что у него обнаруживается зубчатая аденома, вот которая представлена здесь. А они на сегодняшний день, ну, по разным статистикам, там от 30 до 50 процентов, но именно они, это другой тип развития рака, это не аденома, последовательность аденома, карцинома. Другие мутации, на которые мы сейчас не будем, конечно, тратить время. Но обратите внимание, как же они различаются. Обратите внимание, они совершенно разные, согласны, нет? По микроструктуре. Абсолютно разные. Поэтому, зная это, можно спокойно говорить, что да, это аденома, а это зубчатое образование. Да, но в любом случае они требуют обнаружения и требуют удаления, как профилактика. Кстати, вчера как раз заведующий отделением наш подошел ко мне и говорит, Евгений Минич, интересный пациент поступил. Два с половиной года назад у него нашли ЛСТ, рекомендовали по протоколу удаления. Сейчас он пришел с претензиями, что ему у него пропустили аденокарциному, а на вопрос, что ему показывают, вот же вам протоколе писали, что вам надо удалить. Он говорит, а что его удалять? Там же все было доброкачественное. А последний вопрос нас вообще убил. Там распространенный рак, может быть, уже и четвертая стадия. Он говорит, ну а геморрой-то вы мне удалите? Ну, в общем, это вот жизнь она такая. 47-летняя пациентка. Акцент опять на зубчатые аденомы. Пациентка прилетела к нам с Сахалина. В куполе слепой кишки, на границе купола и восходящей кишки, бросилось в глаза какое-то утолщение складки. Не бросилось в глаза, что это аденома. И только включение НБА и увеличение позволило действительно диагностировать эту зубчатую аденому, которая действительно выглядит, как просто утолщенная складочка издалека. И, естественно, это потребовало резекции слизистой. Да, Виктор Владимирович? Ну, наверное, не просто зубчатая, а еще и волнистая зубчатая аденома. Хорошо, волнистая. Сахалинская волнистая зубчатая аденома. Коллеги, вопрос к вам. Мы знаем, что при распылении индигокармина все мелкие образования видны хорошо. А вот в отношении НБА разнятся точки зрения. Кто-то говорит, что НБА помогает в характеристике, безусловно, особенно с увеличением. А помогает ли он в диагностике первичной, в выявлении новообразования? И вот вам вопрос. Повышает ли узкоспектральное изображение, частоту выявления аденома, ну или, если хотите, плоских просто полипов, по сравнению с колоноскопией, подчеркиваю, высокого разрешения в белом свете? Вариант А. Да, повышает. Б. Да, повышает, но только НБА второго поколения. Да, повышает, но только при идеальной подготовке кишки колоноскопии. Нет, не повышает. Пожалуйста, голосуем. Евгения Витальевна. Ну, я понимаю, сложно отвечать тем, у кого фиброэндоскопы без НБА, и, конечно, без iScan, без BLI и LCI. Но я бы не сказал, что те, кто работает на фиброскопах, что для них бесполезно слушать лекции по видеоскопии, в том числе НБА. Потому что, как показал Владимир Викторович Веселов, умение распознавать эти образования в белом свете видеоскопами существенно повышает возможности и работы просто фиброскопами. 42% считает, что да, повышает. 9% – что только второе поколение. И 17% не повышает. Скажу вам откровенно, что если бы я сам отвечал на этот вопрос месяц назад, то я бы выбрал – не повышает. Но мета-анализ для этого он и существует. Который провели… Можно? А, мы еще голосуем, да? Тогда я реально начал говорить. Ага, подсказал? Подсказал. А то ты умный. Чего больше? Умный больше. Ну да, целых 44%. Можно переключаться дальше, да? Так вот, он повышает. И это показано в рандомизированном… Вернее, извините, в мета-анализе 11 рандомизированных исследований. Причем, обратите внимание на фамилии людей. Тоня Кальтенблах, Гупта, там где-то Дуглас Рекс, Юта Кассайта. Ну то есть все ведущие специалисты мира. И САНО, да. Так вот они показали. Да, и САНО, сам. Сам-САНО. Что колоноскопия в режиме узкоспектрального изображения, или, по-простому говоря, в сине-зеленом свете, обеспечивает более высокую частоту выявления аденом по сравнению с колоноскопией только в белом свете. Но да, разница большая у пациентов с отличной подготовкой кишечника. И обратите внимание, что и НБИ второго поколения, и НБИ первого поколения с отличной подготовкой статистически достоверно улучшают выявление аденом в этом спектре света. И только в ситуации, когда пациенту выполняется исследование и подготовка не отличная, а просто адекватная, и используется НБИ первого поколения, который уже сейчас практически не выпускается, статистически достоверно, только этот метод не повышает. Все остальные повышают. Чуть-чуть об искусственном интеллекте. Я вам обещал. Да, искусственный интеллект замечательный. Это было показано Хельмут Мессон, который недалеко 4 дня назад прислал нам письмо о том, что европейское общество отлучает нас от ИИЖДЭС. Все принятые доклады, всех профессуров видеть нас не хотят. А вслед за этим прислал длинное личное письмо с вопросом о том, а как мы будем, Евгений, дальше взаимодействовать после ИИЖДЭС. Я пока ему ничего не ответил, потому что пепел класса стучит в мое сердце. Ну, понимаете, я всегда говорил, что Рёша Томаса нужно называть Рёш Томас. А теперь получается Тёмас Срёш. Да. Так вот, они показали во время Дюссельдорфика, что любая система, какой бы компания она ни выпускалась, а Липос по-прежнему впереди, действительно позволяет обнаружить эти изменения в реальном режиме времени. И, по сути дела, это никогда не устающая, никогда не теряющаяся система, которая помогает эндоскописту, особенно если эндоскопист работает 10 или 12 час, как это сейчас вменено в обязанность в скрининговых центрах в Москве крупных. Но вот на что обратили внимание, когда попросили экспертов и учащихся одеть очки и выполнять исследования в этих очках, которые регистрируют движение глаз эндоскописта, выяснилось, что эксперт по-прежнему, несмотря на подсказки системы, обратите внимание, и с инвкусственным интеллектом, и без него осматривают все стеночки кишки. А молодой специалист, который адаптирован гаджетом, у него становится зрение трубчатым, и он увидел один полип и упирается в него. И об этом специалисты по искусственному интеллекту, в том числе Юми Мори, японец, который плотно этим занимается, у них это становится проблемой. Молодежь перестает так же внимательно, как старое поколение, анализировать то, что они должны видеть во время колоноскопии. Так что такой скрытый подводный камень искусственного интеллекта. Вот вам пример. Вместе с пациенткой, она доктор, 48 лет, ей предварительно за два года до этого выполнили трансанальную эндоскопическую микроскопическую хирургию через ректоскоп специальный операционный. И она, увидев это образование, говорит, у меня рецидив. Мы вместе с ней всматриваемся вот так трубчато. Я ей говорю, отчество ее, не помню имя отчества, я говорю, не волнуйтесь, скорее всего, по внешнему виду, по микроструктуре, речь идет даже не о гиперпластическом полипе, а скорее всего, о грануляционной ткани в крае рубца. И вот если следовать такому трубчатому зрению, можно было бы на этом и ограничиться. Но мы же обучены в институте колоноскопии делать колоноскопию. Мы разворачиваемся, мы подходим ближе, подтверждаем, что это да, вообще неизмененная структура, это рубец, подтверждено, но при этом мы разворачиваем колоноскоп и видим рецидив стелящейся ворсины крупной. И вот это отличает как раз опытного специалиста, которому мы все хотим быть такими, от человека, который увидел что-то и на этом сконцентрировался. Ну и, конечно, искусственный интеллект помогает проводить дифференциальную диагностику, причем обратите, пожалуйста, внимание, с какой степень чувствительности. То есть он не только позволяет обнаружить образование в кишке, но с чувствительностью 98% позволяет провести дифференциальную диагностику между гиперпластическим полипом и аденомой. А можем ли мы это делать самостоятельно, без искусственного интеллекта? Можем. Можем. Но сначала ответьте на вопрос. Зубчатые аденомы на широком основании учитываются при определении индекса частоты выявления аденом? Ждем какое-то время, да? А мы пока в водичке. У нас, поскольку тема доклада естественного интеллекта бесконечная, а мне отпущено 30 минут, то я с вашего разрешения ровно в 30 минут и завершу. А все, что не договорили, у нас же еще будут семинары, правда, Евгения Витальевна? Мы еще это обсудим. Ребят, вы скажите, когда закончится, ладно, голосование? И сразу включайте... Какой-то знак нам тайный подавайте, когда голосование закончено. Закончено? Итак, логически совершенно, если бы я ничего не знал, я бы тоже проголосовал в числе 61%. Вы очень удивитесь, следующий слайд. Можно слайд? Вы очень удивитесь, но до сих пор зубчатые аденомы, несмотря на свое название, на широком основании, не учитываются в показателе чистоты выявления аденом. Да, это удивительно, но это пока факт. Это то же самое, то, что мы сейчас обсуждали. В 62-м году японское общество по раннему раку желудка в то время дало определение раннего рака. Это рак, ограниченный инвазией не глубже подслизистого слоя, независимо от наличия метастазов регионарной лимфоузлы. На сегодняшний день я бы добавил к этому определению хирургическое определение раннего рака. Почему? Потому что при радикальной операции все эти узлы и опухоль можно было удалить. Но совершенно это каноническое название определения, вернее, раннего рака не соответствует эндоскопическим представлениям о раннем раке. Именно поэтому я сегодня задавал вопрос нашему китайскому профессору, не наступило ли время пересмотреть позицию или хотя бы выделить ранний рак для эндоскопии, который можно радикально удалить эндоскопическим путем. И ранний рак для хирургии, когда можно провести радикальную лимфодиссекцию. И так не учитываются. Вопрос от Натальи Владимировны. Там будет ссылка на ее работу. О чем свидетельствует отрицательная ацетобелая реакция, то есть утрата ацетобеления полипом раньше, чем у окружающей его слизистой оболочки? О том, что перед нами гиперпластический полип или зубчатое образование на широком основании или традиционная зубчатая аденома или тубулярная аденома. Суть вопроса понятна, да? Окрасили уксусом, вот как было вверху, это слайды Натальи Владимировны. И через какое-то время, так же, как в пищеводе Барретта, оцениваем, насколько быстро полип стал розовым. Вот как здесь. И вот вопрос, о чем это свидетельство? Надо выбрать один из вариантов ответа. Это как раз, коллеги, подсказка также к моей презентации. Видите, у нас очень хорошо все перекликается. А мы контроль будет. Абсолютно. Контроль усвоения знаний. Выучим на этом и закрепим дальше. Да. Мы голосуем уже? Наталья Владимировна, я понимал, что ответ будет приблизительно таким, поэтому позволил себе поставить ваши слайды, а в вашем посмотрим, как запоминается это все. Коллеги, пойдем дальше. Да, спасибо. 45% за табулярную аденому. Действительно, Наталья Владимировна в своей работе показала, что это табулярные аденомы, они быстрее, точно так же, как в пищеводе Баррата, да, участки с дисплазией, быстрее. На мой взгляд, это самый точный метод диагностики дисплазии в абсолютно плоском пищеводе Баррата. Вы знаете, ребята, я забыл ответ. Я вижу, что это табулярная аденома. Серьезно? Да, да, табулярная аденома. Я думаю, вы сейчас ответите, что это табулярная аденома. А гиперпластические образования, все, как вы видите, они сохраняют окраску даже дольше, да, Наталья Владимировна, чем окружающая слизистая оболочка, что доказано цифрами, приведенными как раз в публикации, которая здесь представлена. Она сейчас вышла уже и на русском языке в российском журнале гастроэнтерологии и гипотологии. Поэтому, вы знаете, обидно, не то, что обидно, мы с вами должны научить наших коллег ребята видеть табулярную аденома стороной, поэтому, мне кажется, что зал должен был увидеть. Ну, мы, может быть, запутали, увели их в сторону. Ну, давайте посмотрим на вопрос, на этот ответ, Виктор Владимирович. Какая классификация эпителиальных новообразований толстой кишки не требует, подчеркиваю, оптического увеличения? То есть, когда вы можете применять ее без оптического увеличения? Ну, естественно, в классическом варианте. Ну, да, здесь, здесь все хорошо. Все, ребят, можно двигаться дальше. Совершенно справедливо. Действительно, NICE не требует увеличения, потому что она была и создана для того, чтобы характеризовать изменения с эндоскопией высокой четкости, но без использования увеличения. Но у нее проявились слабые ее стороны, заключающиеся в том, что, например, трудно было диагностировать гиперпластические аденомы, извините, гиперпластические полипы и зубчатые образования на широком основании. И поэтому была разработана классификация ВАСП, которая позволяла диагностировать и дифференциальный диагноз проводить по вот этим критериям, которые здесь приведены между гиперпластическими полипами и зубчатыми аденомами на широком основании. И действительно, даже без использования эндоскопии с увеличением мы могли добираться до середины вот этой левой части, потому что мы могли определить локализацию и размер опухоли вообще без видеоскопии, парижскую классификацию применить без видеоскопии, а цвет обеления без видеоскопии. Найсел и ВАСП, конечно, уже требовала видеоэндоскопии с применением синий-зеленого света, но еще без увеличения. А вот применение уже с увеличением, оно позволяло нам двинуться дальше и применить классификацию GENET, которое позволяло диагностировать между гиперпластическим полипом, аденомой легкой дисплазией, аденомой или ранним раком без глубокой инвазии и раком с глубокой инвазией. И поэтому, выявив проблемы во втором типе классификации по НАИС, в котором были определены, объединены и аденомы легкой, и тяжелой степени, и даже ранний рак неинвазивный. С появлением эндоскопии с увеличением, которое вот здесь представлено, слева в узком спектре хорошо видны, вы видите, лимфоидные фолликулы, и вот так они выглядят с увеличением в режиме близкого фокуса. То есть, мы видим каждый выводной проток железы, это мелкая ячья, и выведем отдельно лимфоидные фолликулы. И если вы ответите правильно на то, каким красителем окрашена эта слизистая оболочка у пациентки с меланозом, здесь не был применен краситель, это естественный краситель, кора крушины, который прокрасил, да, ну, туда как раз и входит кора крушины, но вопрос в том, какой краситель у этой пациентки с меланозом окрасил слизистую оболочку. Да, естественно, я тоже бы скорее всего выбрал меланин, раз меланоз, но вы опять-таки удивитесь, давайте пойдем дальше, потому что краситель, который окрашивает, является липофусцин, а не меланин. Именно липофусцин окрашивает слизистую оболочку в такой темно-коричневый цвет. Да, мы уже говорили, липофусциноз, а не меланоз называть надо, Да, сейчас мы вернемся назад, чуть-чуть, ой, извините, это я вперед скачу. Именно поэтому увеличение, конечно, позволяет, самое главное, в GENET классификации, что она позволяет выделить подтипы 2А и 2Б. К 2А относятся внутри слизистой анеоплазии низкой степени или аденома, и Виктор Владимирович как раз сетовал, что мы вот по этому красивому рисунку не поставили диагноз аденомы. А вот в ситуации, о чем он говорил в самом начале, какой-то размытый рисунок, да, вот это как раз либо дисплазия тяжелой степени, либо неглубокая инвазия в подслизистый слой. Ну, и вам вопрос уже про эндоскопию с увеличением. Оцените, пожалуйста, изменения, выявленные при колоноскопии с увеличением в восходящей ободочной кишке по классификации GENET и определите, что обнаружено. Меланозис синтестинорум, семен попаверис, аденома сосайл, базисератум, меланома метастазис. Специально на латинском, чтобы не давать вам подсказок. Пожалуйста. А я знаю ответ. Да. Ну, чуть-чуть увелось. Часть народу удалось смутить провокационным вопросом. Переключайте, пожалуйста, назад. Перед нами ничто иное, как семена мака, который пациент поел и не сумел вымыть с помощью подготовки. Но выглядит красиво, согласитесь? Да еще и с рисунком, который можно классифицировать под жене. Ну, ямки два, острые открытые, ямочки. Да, да и по ямкам не скажешь. Ну, здесь подчеркиваем мы, что, конечно, под жене ты покуда, мы уже приближаемся к правильному диагнозу. И, на мой взгляд, появление эндоцитоскопа, кстати, Жень, его уже зарегистрировали в процессе? Эндоцитоскоп? Он в процессе. В процессе. Но я хочу сказать, что эндоцитоскоп, он позволяет в полной мере не только использовать увеличение в 500 раз и проводить диагноз на уровне отдельных клеток, но он и позволяет в полной мере классификацию Куда использовать. Для Куда использовалось что-то, 140 раз, по-моему. Ручкой можно использовать не максимальную, использовать классификацию Куда. А вас я прошу ответить на вопрос. В 2019 году эта фотография получила похвальный отзыв на конкурсе Global Life Science. Ну, уже, да, уже рука не удержалась. Но, согласитесь, красиво, правда? Не будем голосовать, ладно? Это не что иное, как крыло стрекозы. Автор назвал его «Дорога в небе». Я его здесь поставил и с одной стороны, чтобы вас порадовать к качеству фотографий, с другой стороны, подчеркнуть, что именно на таком уровне эндоситоскоп позволяет диагностировать сейчас изменения. Ну, а здесь просто напоминание. Первый тип Покуда, второй тип звездчатый, гиперпластический полип. Вот так это выглядит при увеличении в 500 раз. Зазубренный просвет желез и мелкозернистые ядра при окрашивании эндоситоскопом. Дифференциальный диагноз, как вы видите, тип 2 и тип 2О, добавленный классической классификацией Кудо. Третий С-тип, откровенно говоря, встречается нечасто и очень всегда подозрительный на наличие раннего рака. Нехороший аденома, чаще всего тяжелая дисплазия, да, Виктор Владимирович? Вот эти ямки ровненькие, третий Л, они, как правило, говорят, да, или червячки, о хорошей аденоме с низкой степенью, а это уже тубулярно-ворсинчатая аденома, веточки, да, согласен, и вот так они выглядят, аденомы, набухшие веретеновидные ядра, щелевидный просвет железы при эндоситоскопии, и, наконец, 5i, уже о чем говорил Виктор Владимирович, нерегулярный рисунок, или его отсутствие, говорящие о глубокой инвазии, к сожалению, и вот так это выглядит при эндоситоскопии, бессистемные деформированные набухшие ядра, и просвет желез не определяется. Классификация, естественно, была предложена еще в 2011 году, выделяет она нормальную слизистую оболочку, 1b гиперпластические, c2 легкая тяжелая дисплазия, 3a рак с минимальной инвазией, 3b распространенный рак. И я вас хочу спросить, последний будет вопрос мой, что понимается под массивной не путайте пожалуйста с глубокой инвазией, под массивной инвазией раков под слизистый слой по результатам патологоанатомического исследования в эндоситоскопической классификации новообразований толстой кишки. Пожалуйста. Этл Ханк лекцию читал, волоконная. Да. Водим вводит то, что сейчас электронный, все. Ну вот мы как раз это хотим продемонстрировать, если нас допустят нашим японским коллегам. Значит, мнения у нас разошлись и больше всего вернее ответов инвазия рака в любую треть подслизистого слоя, если площадь ширины инвазии составляет более двух третей площади. давайте посмотрим правильный ответ. Переключите нас, пожалуйста. Итак, подмассивные инвазии понимается инвазия рака в любую треть подслизистого слоя, обратите внимание, в том числе и СМ1, если площадь или ширина инвазии более половины площади ширины всей опухоли. Это тоже неблагоприятный признак, говорящий о высоком риске инвазии опухоли или метастазов опухоли в регионарные лимфоузлы. Даже при СМ1. Немножко мы всегда привыкли только по глубине делик, еще есть показатель массивности инвазии. Вот они как раз СМ1-С тоже относятся к глубокой инвазии. Ну и в завершение я хочу вам сказать, что эндоцитоскоп позволяет не только хорошо диагностировать, но и удалить, вернувшись в нулевой, это наша собственная фотография, удалить путем в данном случае холодной резекции в куполе слепой кишки вот это небольшое образование, которое мы там обнаружили. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что что-то вам запомнилось и было интересно. Передаю слово спасибо большое. Спасибо вам. Передаем слово кто у нас? По-моему, я. А я сейчас проверю, у меня же записано. Да как сейчас помню. У меня же все записано. Виктор Владимирович Веселов, сложная колоноскопия. Пожалуйста. Значит, ну пока не поставили презентацию, давайте поговорим немножко все-таки о колоноскопии. Итак, два метода, да, в основном, две методики. Это методика проталкивания, да, и ротационная методика. Кто у нас все-таки по стариночке методика проталкивания занимается? Руки поднимите, не бойтесь, бить не буду. бояться, никто не поднял, да? Я знаю, где делают. В Королевском Амстердамском центре. И в Владивостоке, я знаю. Серьезно? Да. Старички до сих пор делают и обижаются на то, что молодежь их заставляет делать ротационным способом. И когда видят, что колоноскоп на 67-м, что-то, операция была, колоктомия, что-то? Виктор Владимирович, у меня к вам просьба, расскажите о вашем опыте использования неспециализированных аппаратов при выполнении ротационной колоноскопии, потому что, я объясню, почему. Сейчас все чаще для диссекции берут гастроскопы. Они более мобильные, легче ретроградно, но надо подчеркнуть, что они не приспособлены для ротационной колоноскопии. Расскажите, пожалуйста, свое мнение. Ну, это потом. Хорошо. Значит так, все говорят, что используют ротационную методику, да? Значит, мое название этой методики такое безнасильственная ротационная методика проведения колоноскопа с элементами поэтапного сборивания. Понятно, да? И на вопрос я уже задавал вопрос и получил ответ. Нет, все-таки что самое главное? Еще раз название повторяю. Безнасильственная ротационная методика проведения колоноскопа по толстой кишки с элементами поэтапного сборивания. Какое самое главное слово здесь? Которого там не было. Безболезненно. Безболезненно. Безнасильственное. Безнасильственное, ребята. Самое главное. Действительно, вы знаете, смотришь на себя, думаешь, как же ты раньше делал колоноскопы, как ротационно. А вот сейчас, вы знаете, действительно, И аппаратура великолепная стала. Столько интересного заложено в этой аппаратуре фирмы «Олимпус». Многое взято японцами от нас, потому что у нас в лаборатории была эндоскопическая и медицинская техники, кем и разрабатывали как раз все эти вот интересные вещи. И двадцатки, сороковки – это были наши наработки, все это много легло. И очень интересно, конечно, то, что возможно сейчас не только активно изгибаемая часть и пассивно изгибаемая часть в этих приборах, они ползут по левому и правому изгибу. Если раньше, ну лет, ну сколько уже, господи-то, боже мой, 35-40 лет тому назад у фирмы «Пентекс», допустим, были длинные изгибаемые концы, длинные были, да, а у фирмы «Олимпус» были коротенькие. Так вот, эти фирмы «Пентекс» эндоскопа мы использовали для интестиноскопии, потому что длинный изгибаемый конец позволял идти по тонкой кишке и избаривать. То обратите внимание сейчас, какой длинный изгибаемый конец у эндоскопа фирмы «Олимпус»? Длинный или короткий? Длинный, правильно. Вот, а «Пентекс» короткий, поэтому поменялось немножко, но там и там, там есть разница. «Пентекс» играет за счёт жёсткости, а «Олимпус» за счёт вот этого вот интересного совершенно комбинации всех этих всевозможных... А? А «Супер тонкий» какой? Это мы потом поговорим, подожди. Ну не хватает, ну, 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 потому что будут, будет показано всё, я буду вопросы задавать и выходить, чтобы же ответы дал. А, запускайте. Я назовю такой. Всё-таки вы предпочитаете делать колоноскопию под обезболиванием или без? Кто предпочитает под обезболиванием? Руки поднимите, пожалуйста, не стесняйтесь. Так, так. А кто без? Так, хорошо. Я поднял правую за безболивание, левую за безболивание. Ну, вы знаете, вот, за рубежом сейчас считается примерно так, что тот, кто умеет делать колоноскопию без обезболивания, хорошо, да, тот всё-таки виртуозный специалист по колоноскопии. Так оно и есть. Вот, поэтому давайте, вот, включайте нам вот эту презентацию. Я буду комментировать то, что... Давай, Женечка. Комментировать то, что здесь товарищ будет сейчас говорить. Вы знаете, говорить о том, что вот сейчас я делаю, очень сложно, поэтому послушаем его немножко. Я буду вносить кое-какие изменения. Пожалуйста. Его включитель... Я Антон, 18 лет, у которого ананас заболеваний с 2020 года. По предыдущим всем исследованиям у пациента имеется болезнь крона с локализацией в толстой и терминальном отделе подвздошной кишки. Как мы общались с нашим пациентом, это у нас четвёртая колоноскопия, да? Две предыдущие были под обезболиванием, одна была без обезболивания. И, к сожалению, в последний раз, даже когда делали под обезболиванием, не удалось пройти максимальное среднего отдела сигмовидной кишки из-за небольшого сужения и фиксации этого отдела. Мы будем с вами работать на аппаратуре фирмы «Олимпос». Видеоэкскопический комплекс «Эвисекзера-3», колоноскоп HQ190L, который имеет несколько интересных функций, отличающих именно этот прибор. Первое – это возможность проведения колоноскоп по толстой кишке, благодаря наличию устройства в его дистальной части, позволяющего проходить изгибы без усилия. Так хорошо проходятся правый изгиб и левый изгиб. Далее имеется блестящая возможность передачи ротационных движений от руки исследователя к телу эндоскопа. Из электронных устройств, позволяющих нам проводить уточняющую диагностику, это дуал-фокус или близкий фокус, позволяющий видеть картинку при близком расстоянии и дальнем расстоянии. Также имеется возможность осмотра поверхности слизистой оболочки в узком спеторе света. Наш пациент охотится на левом боку, исследование начинается именно в таком положении пациента. В этой ситуации лучше делать продвижение по прямой сегмовидной кишке. Вопрос, а почему на левом боку? Ну, отвечайте, ну почему на левом боку? А чтобы не промахнуться, ребят, ну серьезно вам говорю, что без обезгодивания. Часто промахиваемся, когда девочка лежит, поэтому надо на левом боку очень удобно это делать. Серьезно вам говорю, это изначально и было. Да, поэтому на левом боку изначально это и было, так оно положено. Дальше, дальше, пожалуйста. И небольшие ракуационные движения. Ну, в процессе самого исследования мы с вами на это обратим внимание. Работаем мы не в заоборотном воздухе, а на СО2. Соответственно, мы подключили все наши приборы. Мы смазали гелем дистальную часть СО. Соответственно, гелем также смазываем и анальный канал. Вводим эндоскоп в прямую кишку. И делаем первый кадр. Так, мы посмотрели, усиление будет четвертое у нас. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, подготовка у нас была лавоколом. Лавоколом двухэтапно. Соблюдал диетром? Правильно. Итак, дам стоять прямая кишка. Прямая кишка. Это примерно 15 сантиметров. Продвижение эндоскопа будет не просто по прямой, а по тем изгибам, которые образуют сама толстая кишка. Соответственно, мы слегка повернув против того стилки по ходу движения и направлению прямой кишки. Ну, немножко, конечно, все это будет замедлено. Для того, чтобы пройти серьезно, чтобы показать. Так медленно я не делаю, но чтобы показать, что мы делаем, будет именно так. Вот вращая чуть-чуть большую шагу и чуть-чуть подворачивая тело на стопа, мы попадаем через рэпо-симоидный отдел с обновидной кишкой. Вот небольшие рэпо-симоидные движения чуть-чуть отдаляются, мы видим правильные движения, и проводим прибор. Вот у нас рэпо-симоидный отдел и с обновидной кишка. Прекрасно видна слизистая оболочка. Сосудистый рисунок, практически нормальный. Продвигаем доску дальше. Как написано во всех руководствах, при продвижении по симоидной кишке, то есть в левых отделах, небольшие вращательные движения производятся по шаговой стрелке. Мы будем делать колоноскопию с элементами поэтапного сборивания, чтобы количество введенного прибора было небольшим, а продвижение потолка кишки довольно значительное. Ну вот смотрите, мы видим с вами изменения стигмовидной кишки. Рубцово-воспалительная, имеется деформация. Прекрасно видно, что это рубцово-воспалительная деформация. Просвет кишки находится вот в этой части. Диаметр прибора у нас примерно где-то 12 мм, правильно? Практически мы преодолели. Вот, преодолеваем. Вот, практически преодолели. Великолепно. Ну, конечно, вам плоховато все это видно, но... Вот, нам помогает медицинская сестра Елена Ивановна. Без нее было бы очень сложно, потому что практически у меня прибор фиксируется в том положении, в котором я нахожусь. Так, ну что ж, довольно-таки сложно здесь. Очень хорошо, что у нас такой прибор, который позволяет даже по таким сложным ситуациям проводиться. Ну, вот, казалось бы, сейчас сюда, да, и... Я очень аккуратненько. Там, где нужно. Да, чуть-чуть вниз, и будет великолепно. А вы знаете, а сейчас я буду делать ротацию с проталкиванием, а он не пойдет. Будет только увеличиваться количество введенного прибора, а он проходить вперед не будет. И потом мы подсоединим скоб-гай, чтобы посмотреть, что же будет делать Веселов, чтобы прибор туда прошел. Я вам покажу, как работает методика по этапному сбору. Будем приходить, проходить не на введение прибора вперед, а на его выведение. И пройдем все это дело не на 40 сантиметрах, а на 20. Вот пусть немножко он помучается. Вы потерпите, пожалуйста. Вот он пытается методом все-таки с ротационным и слегка проталкиванием. И обратите внимание, что пациент у нас лежит, да, и звук не выключен. Пациенту не больно. Я ему рот не затыкал. Пойдем по поспору к просвету. Хорошо. Ну, чтобы найти просвет, надо уйти назад, правда? Чтобы найти, вот, мучается доктор-то, да? Но сейчас наверняка он назад, немножко прибор отойдет, чтобы посмотреть, куда же идти дальше. Когда все вот такие, допустим, показывают, у нас на конференции, говорят, господи, дружи, лучше бы сделали монтаж. Зачем нам все это, ваше мучение смотреть? Ну, я хочу, чтобы вы немножко тоже помучались вместе со мной. На себя. Значит, хорошо. Значит, единственное, что мы сейчас положим пациента на спину и попробуем это сделать на спине. Значит, у нас... Обратите внимание, мы все на том же месте. Смотрите. 30 сантиметров. Мы еще немножко подсобьет соберем. И все-таки помните, мы делали до этого, ну, в другом учреждении под обезболиванием, и пройти эту зону так и не смогли. Мы даже пробили вперед. И, кстати, Вик Владимирович, вы отметите, что появилась ваша... У вас картинка скобгайд на видео. Вот, подключаемый скобгайд, чтобы обратили внимание. Смотрите на сантиметры. Видите, вверху сейчас вам покажу. Вверх, в нижнем вот этом цветном фото там есть сантиметр количества аппарата, введенного в пациента. Ну, давайте мы будем зачитывать. Вот то, что... А, есть очки? У вас олимпусовская оптика? Ну, хорошо. Ну, вот сейчас 37-38 сантиметров кишки. 42-43. Просто я думаю, что, может быть, на экране не видно, поэтому буду говорить. 44. Можно и больше. А стоим там же, да. То есть... Но, понимаете, я до того нежный, что мальчик-то не шумит у меня, понимаете. Вот. Это вот не игра, ребят. Действительно, за столько времени я научился методам проталкивания делать так, что пациенту не больно. Это уже какая-то вот такая... Ну, по-моему, сейчас все-таки он скажет, дядя Витя, ты-ка делай что-нибудь другое. 45. Виктор Владимирович, а Вы применяете дистальный колпачок? Наверное, вот в таких сложных случаях особенно, да, помогает? Ну, возможно, помог бы, да. Но здесь дело немножко в другом. Сейчас обратите внимание. Сейчас он скажет, ну ладно, я уже заснял, давай-ка делаю так, как положено. Сейчас Виктор Владимирович собирает петлю уже 25, не 45, а 25 сантиметров аппарата в кишке. Исправить положение. Так, ну вот, хорошо. Исправить-то мы исправим. Процесс мы видим. Так. Видите, у нас на нашем навигаторе, который помогает нам проходить, мы видим выраженный фиксированный изгиб. Вот, мы сейчас попытаемся его расправить и исправить. Вот. У нас это немножко получается. Что, 23? 23, 22. 22. Вот. 21. Ставок больше нет. Хорошо. Сейчас пролетит. Вот расправляется наш фиксированный изгиб. 20. Ну, это очень сложно. У нас практически без инсуфляции СКО2. Мы это делаем. И пытаемся повернуть прибор туда, куда нам надо. 20? 20, 20. Практически его не продвигая. То есть не проталкивая, я неправильно сказал. Держи, Реночка, крепко. Ага. Отлично. Хорошо. Хорошо. И вот мы как бы взворачиваем туда прибор. Так, опять-таки выходим. Все, 22 сантиметра мы прошли. Это с 45. Вы знаете, честно говоря, не привязываю, что я скажу. Давненько такого сложного изгиба не было в моей практической деятельности. Так, ну хорошо, удалось нам это сделать, да? Ну, смотрите, мы все спрямили. У нас расстояние то же самое, что и было. Осталось 30 сантиметров. А теперь бы надо пройти вперед. Попробуем. Сейчас мы сделаем по-другому. Наша задача сделать так, чтобы пациенту было комфортно. Держи, Леночка, я чуть-чуть исправлю положение прибора своего. Так, отлично. Значит, аспирируем воздух. Ну, дальше уже неинтересно. Все просто. Хорошо, надо, можно выключить это. Нам известно. Спросим себя, а что бы в настоящее время мы могли бы сделать так, ну, по крайней мере, в нашем отделении, ну, Юрий Евгеньевич ответит, наверное. Что бы сейчас мы сделали, вот, увидев этого пациента, дойдя до этого фиксированного изгиба, и поняв, что это будет очень сложно, что бы мы сделали с вами? Я бы в шкаф пошел и забрал другой аппарат. Да, сходили бы в шкаф и взяли бы ультратонкий колоноскоп фирмы ЛИПС, ПЦФПХ. Прибор удивительный, который позволяет даже, ну, ладно, скажу, не совсем приятное, даже методом проталкивания проводить колоноскопию безболезненно. Вот так он устроен. И вот этого пациента, конечно, взяли в ПЦФПХ и спокойно бы прошли бы за это ультратоносужение, добежали до куполосли. Потому что, кстати, у него в терминальном отделе позорочной кишки выражены воспалительные язвенные изменения у этого пациента. Так что, ну, вот этот прибор действительно очень хорош. Когда впервые у меня он появился, появился где-то года полтора тому назад, я после первого исследования понял, что мне нужно вызывать всех моих женщин, которых я не мог посмотреть спокойно. Вот 20 человечек мы вызвали, и тут же их быстренько этим приборчиком посмотрел. Этот прибор был у нас примерно месяц. Потом он через год, пройдя по России, вернулся к нам опять. Но он уже был немножко не тот. Это уже была веревочка. То есть, когда он старый, им смотреть невозможно. Он просто тряпочка. Поэтому у нас не только один, а с два прибора, и мы используем только в сложных случаях. То есть именно для этого не на рутинных исследованиях, а только для вот этих сложных случаев. Действительно помогает блестящий прибор совершенно. Единственный его недостаток у этого прибора за счет тонкости, у него нет смывки. То есть невозможно... Ну смывка самой линзы есть. Мы придумали, придумали. Есть насадочка. То есть через биопсийный канал это можно сделать, но вот как обычно просто нажимаешь педальку и омываешь, и этого нет. И структуры им очень удобно рассматривать, этим супертонким аппаратом. Иногда бывают структуры, которые, ну особенно кроновские, невозможно пройти обычным аппаратом. Супертонкий, позволяет оценить не только, что это анастомозит при резекции, но что и крон продолжается дальше, потому что он действительно очень верткий и проникаемый аппарат. А диаметр сколько его? 0,9. Около 9,80 большим, да, около 9 миллиметров. Очень хороший прибор. Ну примерно это напоминает нам гастроскоп трансназальный, да? Когда можно спокойно делать гастроскопию, не вызывая изменений, да, в этом отделе, который, к сожалению, мне очень не нравится, когда мне гастроскопию делать. Получает проведение именно за счет гибкости, не за счет диаметра, да, какой бы диаметр ни был, в общем-то это для кишки абсолютно непринципиально, плюс-минус 5 миллиметров, да, это не суть важно. А именно за счет гибкости, которая позволяет, к примеру, гастроскоп, да, почему ему удобнее оперировать? Потому что он гибкий, но его длины не хватает. И опять же, методика сосборивания на гастроскопе тоже не выйдет. И плюс там еще одна тяга неправильно работает, да, там же совершенно, наверное, верх-низ, право-лево, немножко не то, что при колоноскопии, там совершенно другой прибор. И то, что гастроскоп и колоноскоп разные приборы, это еще было сказано Владимиром Павловичем Тариколовским 40 лет тому назад. Поэтому приборы были по-другому разработаны. Но, тем не менее, гастроскоп используется и будет использоваться для операции на толстой кишке. Я помню, к нам приехал концевой Сергей Вениаминович, а у него, его устройство, оверстич, да, вот это вот для ушивания и перфоративных отверстий, и раневых поверхностей, оно было тогда создано под двухканальный гастроскоп. А образование, которое он удалял, было расположено в слепой кишке. И он никак не мог... Образование он убрал, но не гастроскопом. А нужно было ввести гастроскоп и показать, как прекрасно ушивает эту раневую поверхность. Но он не мог провести колоноскоп до купла слепой кишки. Но дядя Витя помог ему, да, довел я ему гастроскоп до купла слепой кишки, ушили и все. Так что, ну, есть нюансы, есть возможность. Нам бывает очень сложно сказать, что же мы делаем, понимаете? Как научить, чтобы была повторяемость. Но, тем не менее, вот у нас группа по пять, по шесть человек Олимпус присылает, и нам за недельку удается, так называемое, поставить руку докторам, то есть понять, что они делают не так, и что нужно сделать так, чтобы это было именно так, как надо. Ну, даже пять дней, но к опытам. Не к тем, кто еще не умеет делать, а, конечно, тем, кто уже владеет методикой. Вот ваше посещение нашего института помогло вам? Помогло вам? Неоднократно. Да, и каждый раз что-то по-новой. Все понятно. Значит, ну, что я могу сказать? Вы знаете, действительно, вот скоп-гайд, если вы видите, помогает, действительно, не только показывает, что происходит с эндоскопом, который мы с вами вводим в толстую кишку, но и помогает в проведении самого исследования. И многие сотрудники у нас, к сожалению, одно это устройство. Многие сотрудники просят, а можно нам поработать? Действительно, интересно посмотреть, что же мы делаем, когда выполняем колоноскопию. Так что, действительно, этот сюжет показывает, что и трудная колоноскопия, можно справиться, и даже без обезболивания. Поэтому пациент наш остался доволен, мы выполнили задачу, и он у нас не шумел, видите, тихо, спокойно себя вел. Какие бы вопросы? У нас еще есть время немножко, или у нас там интерактивное голосование еще есть? По-моему, я давал вопросы. Если есть интерактивное голосование, пожалуйста, поставьте вопросики, попробуем на них ответить. Итак, основной принцип выполнения методики революционного... Ну, мы уже отвечали, правда? Безболезненное проведение колоноскопии. Я согласен. Дальше, пожалуйста, да. Молодцы, сто процентов. Спасибо! Следующий вопрос, пожалуйста. Вот сколько их в среднем? И почему 10 минут надо выводить? Блестяще! Молодцы! Научили всему! Еще раз дальше. Следующий слайд, пожалуйста. А вот какое минимальное время, да? Великолепная аудитория. Одно удовольствие получает. А все-таки оптимальное? Великолепная аудитория. Да, конечно. Ну, что ты всю радость, понимаешь, снялся. Подождите. Ах, вот оно что. Спасибо вам большое. Умно это вы, наверное. Я понял, нажали. У меня телефон отдельно лежит, я не подключался. Ну, действительно, 10 минут, ребята, оптимальное время. Да, потому что 60 гаустер, соответственно, 10 минут, 10 секунд на каждую гаустеру. Все правильно, абсолютно. Итак, кто у нас... Вы знаете, интересный вопрос как-то задал. Это было года два тому назад. И получил ответ. Сейчас вы поймете меня. Я был просто удивлен, что у нас один товарищ, из которого среднее время достижение купола слепой кишки 5 минут. Меньше, меньше, он сказал, даже меньше 5 минут. Да, итак, я бы так сказал, что, ну, среднее время достижения купола слепой кишки, ну, примерно 10 минут, да, в среднем так. Быстрее, конечно, хорошо. Дальше, ну, все зависит от того, какие задачи ставятся. Я могу сказать только, что товарищ Куда очень расстраивается и чувствует себя неловко, когда у него колоноскопия до купола слепой кишки, то есть продвижение вперед, занимает больше двух минут. Очень расстраивается. Но все-таки там, Женечка, покороче кишка, да, по-моему, у японцев. Я был в этой клинике, и больше всего меня поразила как раз работа профессора Куда, но не с положительным знаком, как ни странно. Но, честно, это не тема. Для обсуждения это вечером. Это я знаю потом, да, да, да. Бельгийское пиво, я понял, да, пообщаемся. Вот, поэтому, вы знаете, ну, сколько у нас, наверное, в среднем, действительно, около восьми минут, да? Ну, опять же, это можно обсуждать, только отделив наркозную и безнаркозную. Потому что у нас Андрей Владиславович есть в отделении, который делает поднаркозную колоноскопию. В общем-то, можно менять фамилию на Куда. Он тоже расстраивается, когда больше двух минут, но он делает безнаркозно, поэтому некоторые огрехи, ну, наркоз все-таки прощает. А обычная, да, где-то шесть-восемь, ну, до десяти точно. Ну, туда быстроскопия, я еще... Быстроскопия, да. Быстроскопия туда нормально, вот, чтобы она обратной не была, быстроскопия, вот это вот. Кстати, коллеги, вот тоже, ведь многие наверняка... Вот кто-нибудь записывает исследование на обратном пути? Замечательно. А кому-нибудь приходили с претензиями, что по времянке вашей съемки у нас просто приходят пациенты и говорят, что у вас протокол написан, вот, ну, мы пишем в армии, восклепиваются, пишем, что у вас протокол там колоноскопии с десяти до десяти двадцати, а время выхода у вас там три минуты. И реально через суд можно просто ткнуть мордочкой, что, ребят, вы что делаете? У вас тут по времени на экране три минуты. Я обрезаю время. Что? Обрезаю время. А у нас докторов обрезают, да, причем не так, как вы думаете. Значит, Андрей Михайлович Чапай предпочитает записывать, ну, когда он работал, сейчас он, к сожалению, руководит только, вот, записывать от и до. То есть от момента введения прибора в прямую кишку и до выведения ее. То есть весь цикл этого исследования, потому что порой приходится доказывать, что мы сделали так, как надо. А у нас экономия, ну, да, идет, да. Нет, ну, мы просим все-таки докторов, особенно когда это поднаркозное исследование, на обратном пути все-таки, ну, хотя бы пять минут соблюдать, все-таки не торопиться сильно, потому что, ну, когда человек идет туда и не видит патологии, понимает, что у человека, там, не знаю, в карте написано, что у него колоноскопия, нужно только для того, чтобы сопередить по поводу трещины, врач расслабляется изначально, ну, и как бы уже, ну, не то, что халатно, но менее внимательно осматривает назад, и получается по времени три минуты. А три минуты, в общем-то, ну, это неправильно. Ну, я, допустим, работаю с точками отчета. Я видео редко делаю, я делаю фотографии. Все, причем, начало исследования, соответственно, купол слепой кишки, люцикальный клапан, тонкая кишка и вся патология какая есть. Причем патология, соответственно, вот то, что расскажет нам узкий спектр света, увеличение или это близкий фокус и так далее, зависит от прибора, который есть у тебя. Поэтому эти все точки фиксируются. И очень легко потом, очень быстро ты, если ты должен посмотреть, не на видео ищешь, где это, а у тебя все точки отчета на фотографии. Кстати, бывает интересно, что когда, ну, случайно пересматриваешь видео пациента, ища какую-то патологию, ты на старом видео, там, вчерашнем, позавчерашнем, находишь того, что ты не печатал в протоколе. То есть сидим в отделении, Вик Владимирович крутит видео, в протоколе написано, там, ну, рак, полипы, и вдруг проскакивает еще что-то, что человек, который записывал это видео, не видел. А в профиктуре Ниегата, нам Нарисава-сенсей рассказывал, они впервые в Японии ввели систему тотального контроля за всеми выполненными гастроскопиями. Совет экспертов в пятницу и в субботу собирается и просматривает все гастроскопии, которые выполнили японские специалисты за прошедшую неделю. Как вы думаете, какой процент пропущенных ранних раков они обнаруживают во время повторно до 6%? Огромная цифра. Как вы думаете, какое количество пропущенных полипов у нас? Ну, вообще без размеров, скажем, я понимаю, что мелких мы чаще пропускаем, более крупных реже пропускаем. Как вы думаете, это какой достигает? 30% коллеги сказали. Ну, 42%. 40-42%. Причем, вы знаете, это замечено очень просто даже в той ситуации, когда мы делаем пациентам полипектомию. У нас полипектомия делается в стационаре, а амбулаторно мы смотрим пациентов до того. Ну, вот ты пишешь. На второй гаустре от иллюцикального клапана, на стороне противоположной от иллюцикального клапана имеется драматозное образование, скажем, 0,8 СМН на широком основании. Ты сам делал. У тебя все есть. И запись есть. И кадры есть. Полипы нет. Вы знаете, да. Меняем приборы, меняем исследователя. Как правило, находим. У нас есть палочка-выручалочка, называется Фьюз. Это полный спектральный. Вот он действительно помогает нам. Ни разу не ошибался. Тогда мы же находим этот полипект. Очень сложно, ребята. Действительно. Сколько же мы с вами теряем. А часто бывает так. Пациента осмотрим в другом учреждении. Вот недавно, у меня видео уже это есть, просто на других лекциях я покажу вам. Значит, ну протокол колоноскопии, что восходящие кишки, они написаны, правда, в каком отделе, имеются образование диаметром где-то полтора сантиметра на широком основании. И в прямой кишке полип 0,5. Но когда я зашел в прямую кишку, вот этот 0,5, он был где-то сантиметра полтора. Я думаю, какой же тот, который полтора написан. В восходящую кишку излазил всю долю поперек. Но нету этого полтора. Но ничего нету. И потом, вы знаете, как-то выводя, в очередной раз из куполоса по кишке, заметил что-то там за складочкой. У меня кадр хороший. Выворачиваю, там 3 сантиметра вот такой. Вот хороший ЛСТ. Пожалуйста. Но вчера. Но вчера. Но по три. Но по три. Понимаете, вот сколько же действительно мы пропускаем, ребята. Поэтому колоноскопия это очень сложный орган для детального, детального. Но еще и, к сожалению, Виктор Владимирович, в связи с тем, что у нас идет диагностика, везде у всех ускорен, у нас колоноскопия превращается в систему рак-не-рак. Причем не мелкий рак. А есть крупный рак, нет крупного рака, нету, до свидания. Но вот это неправильная система, потому что люди очень сильно расслабляются. И потом, ну через год-то будет крупный рак, через два. Вот и все. А так, вот протоколы пополам идут из регионов рак и не рак. И все остальное, то есть, вообще неинтересно. Не помню, Юрий Евгеньевич, вы, говорит, Виктор Владимирович, я случайно проходил мимо кабинета Юрия Евгеньевича, заглянул. И он говорит, смотрите, из ботоксаболицы прислали умные в арсильничетое ЛСТ в куполе, ступой кишки, здесь нет ничего. А мне дали газоркость, а я шел издалека. Говорю, вон его куполе. Мы сидели, у нас было 4 человека, мы минут 20 искали этот полип, стоим в куполе, не видим никто, ни сестра, которая опытная, ни два врача, ни два ассистента. То ли такой угол был, он прямо сразу идет и вот так вот пальцем показывает. Мы 20 минут лазили, вот так все смотрели, но нет его просто. Ну это действительно так, я вот смешной случай. Вчера пациентка, причем она такая настороженная, входим в купол слепой кишки, характерная зубчатая динома, окрашенная венчиком желтого цвета. Вот, и естественно первое желание отмыть, отмываем. Перед этим я говорю, давайте петлю холодную, и она пропадает. Я говорю, а где же она, зачем мы отмыли ее, теперь найди ее. То есть представляете, коллеги, мы же подчеркиваем то, что даже в ситуации, когда ты уже знаешь, что оно там, не так легко найти. И представляете, насколько сложно, если мы просто нативную делаем колоноскопию, и мы обязаны найти эти изменения. Вот почему. И Алла Верде и Юрий Евгеньевичу, то же самое, я ищу зубчатое образование. Белесовато, вот все такие беленькие, знаете, редко заметные. Но нет его. А он заходит, да Викторович, ну что же вы так, вот оно. Нам сейчас Наталья Владимировна, Викторович, сейчас Наталья Владимировна все расскажет, как это надо делать. Наталья Владимировна, вам слово оптическая биопсия. Спасибо большое, коллеги. Как раз для того, чтобы его не искать, очень удобно удалить сразу, да, если есть такая возможность, да, это же тоже такой момент. И здесь, конечно же, очень способствует оптическая биопсия. Причем это не просто модное слово, да, оптическая биопсия, какое-то очень современное оптическое. Но это позволяет сократить путь от выявления полипа до полного излечения пациента. То есть мы выявили полип, мы сразу поняли, что это за полип. Мы сразу здесь и сейчас принимаем решение, удаляем мы его, не удаляем. И если мы удаляем, то каким образом мы это делаем и каким методом. А есть презентация, да, коллеги? Отлично. А можно я у вас возьму кликер? Волшебный паучок. Спасибо большое. Поэтому оптическая биопсия, вообще что это такое? Это оптический анализ вот этих эпителиальных образований толстой кишки. Они позволяют прогнозировать гистологический тип образования. Говорить о том, что мы всегда можем с точностью говорить о том, что это за гистология. Нет, но мы можем высоко прогнозировать его. Также мы можем исключить дисплазии рак. И мы можем снизить риск и нежелательные явления физической биопсии, такие как фиброз подслизистого слоя, да, который в последующем исключит и усложнит наше вмешательство. Поэтому оптическая биопсия, она способствует выбору рациональной тактики лечения непосредственно здесь, сейчас, во время колоноскопии. Итак, это восходящая толстая кишка, восходящий отдел толстой кишки. И сразу же мы видим, да, долго мы здесь не искали, мы видим само эпителиальное образование. И вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, достаточно ли нам данных для того, чтобы понять, что это за гистологический тип образования? Как его удалять? Нужно ли его удалять? У них совсем мало информации. Сейчас посмотрите. Вот у меня вопрос. Нет, у вас же там для голосования же есть? Смотрите, здесь варианты следующие, да, может быть, это будет вот ровно на тех данных, которые мы сейчас имеем. То есть это гиперпластический липолип. Это зубчатое образование. Ничего не видно, да? Нет. Наталья, мы с вами точно будем что-то делать, а не в обратную. Я надеюсь, что в будущем, как только мы с вами пройдем уже хотя бы к середине моей презентации, мы с вами точно сможем сказать даже на таком изображении, которое сейчас, да. Но мы сейчас как раз отталкиваемся ровно от того, что плохо видно. Вы очертания самого образования видите? Отлично, этого достаточно. Итак, достаточно ли нам данных, чтобы решить этот гиперпластический полип, зубчатое образование на широком основании без дисплазии или оно же с дисплазией, или это традиционная зубчатая аденома, или все-таки это неизвестно и нам мало данных для того, чтобы спрогнозировать гистологию? Голосуйте, пожалуйста. Итак, смотрите, большинство все-таки по макроскопическим признакам пока отвечают за зубчатое образование. А я не говорю ответ, я не говорю ответ. Мне даже интересно, смотрите, неизвестно, кому мало данных 35%? Кто-то за гиперпластический полип, кто-то за образование с дисплазией. То есть это нас немножечко отталкивает и разворачивает назад. Раньше у нас не было микроскопии, мы с вами не могли оценить саму гистологию, и мы с вами как раз опирались только на данные макроскопии. Наверное, мы закончим голосование. Итак, максимальное количество у нас было за зубчатое образование на широком основании без дисплазии, но все-таки 35% было тем, кому маловато данных, и нам сложно пока еще на что-либо операции говорить о том, что это за образование. Хорошо, раз тем, кому мало данных, давайте пойдем дальше. Давайте посмотрим, что дает нам микроскопия. Конечно же, мы включаем NBI. Мы включаем NBI. NBI сейчас, в первую очередь, да, это все-таки вспомогательный метод исследования. То есть, как только мы выявили образование, мы всеми доступными методами пытаемся его оценить. Итак, в режиме NBI мы больше видим границы, и здесь, когда мы включаем близкий фокус, вот она начинается, да, оптическая биопсия, когда мы можем с вами уже все-таки более четко видеть ямочный рисунок и капиллярный рисунок. Итак, образование с ближним фокусом, мы видим ямочный рисунок, видно вам на экране, да, на большом, да? Здесь сейчас, вот теперь, на основании вот этих данных микроскопии, какой ямочный рисунок, мы бы с вами сказали, да, голосуем сейчас, какой тип ямочного рисунка, потому что именно оценка вот этого ямочного рисунка приводит к нас в последующем, к решению, что это за гистологический тип образования, и имеем ли право мы его удалять, и вообще нужно ли его удалять. Итак, пожалуйста, голосуем. Смотрите, дают, да, ямочный рисунок, это 2О больше всего, 2ОПЕН. Тип – это покемура, также есть варианты второй тип, есть второй О и третий Л тип. Смотрите, обратите внимание, то есть третий Л – это когда уже идет удлинение, и опять же, да, мало данных есть врачи, которым все еще пока недостаточно данных для того, чтобы оценить гистологический тип образования. Но и вспомните, пожалуйста, да, мы с вами еще только видели образование под муцинозной шапкой. Это, конечно же, нас ограничивает, с одной стороны, это очень помогает нам во время диагностики, когда вот мы смотрим, только видим образование. И вот то, что как раз Евгений Дмитриевич говорил, то есть нам главное успеть его ухватить и не отрывать от экрана глаза, да, чтобы во время того, как сестра нам дает петлю, чтобы мы удаляли, иначе мы отвернемся к петле, ну и все, и еще у вас 10 минут на то, чтобы снова найти тот полип. Итак, максимальное количество докторов за второй О-тип, второй О-опен открытый, и по результату, наверное, мы останавливаем голосование, 64% больше, чем половина за второй открытый тип. Останавливаем, да, голосование? Итак, это действительно, вы знаете, вот по той ограниченной картинке образования мы видим действительно второй О-тип. И что же такое второй О-тип? Второй О-тип, он был впервые обозначен и вообще в литературе прописан в 2012 году нашими японскими коллегами Кимурой, и он показывает выраженную дилатацию у Стив Крипт. И как раз вот эта выраженная дилатация, как только мы ее видим, она бывает не во всех совершенно зубчатых образованиях на широком основании, только 30% имеют вот этот вот второй О-тип. Но как только мы его видим, мы знаем, что специфичность данного признака составляет до 97%. То есть мы увидели вот этот открытый тип, и мы точно знаем, ох, это точно, это как минимум зубчатое образование на широком основании. И, конечно же, да, это важно для нас с вами, именно для диагностики того уровня пути канцерогенеза, который мы имеем. То есть как только это зубчатое образование на широком основании, это уже неоплазия. Неоплазия – это образование, которое имеет потенциал малигнизации. Гиперпластические полипы не имеют потенциала малигнизации, поэтому не неоплазия. Здесь уже неоплазия. Соответственно, мы, да, предваряя, что мы будем делать дальше, мы думаем о методе удаления. Но также нам принципиально важно дифференцировать, будет ли это зубчатое образование на широком основании без дисплазии или с дисплазией. Потому что как только в нем появляется дисплазия, скорость вот этой трансформации ВДН-карцинома колоссально высок. Причем есть единичные, понятно, работы, что они даже составляют до 8 месяцев. Наши японские коллеги описали такой случай, когда из зубчатой образования на широком основании в нем появилась дисплазия и рак за 8 месяцев. Поэтому очень важно все-таки, как только мы делаем анализ образования, его отсмотреть целиком. Не кидать просто, раз есть второй О-тип, и раз нам все так просто и легко, 97% специфичности, что мы точно можем сказать, что это зубчатое образование. Итак, мы отсматриваем самообразование, то есть мы отмываем обязательно водой с помощью шприца, помпы самообразование, чтобы отсмотреть его целиком. Будет ли меняться наше мнение или все-таки вот этот второй О-тип без дисплазии, да, он у нас останется. Здесь мы с вами видим не сильное усиление капиллярного рисунка, при том, что зубчатое образование на широком основании, в принципе, даже при появлении в нем дисплазии, не усиливают капиллярный рисунок. Мы видим также вот этот второй О-тип, и мы отсматриваем каждый миллиметр самого образования. То есть мы не кидаемся его снова точно удалять, потому что нам надо понимать, каким методом мы это будем делать. И каждую поверхность, каждый край этого образования мы смотрим, постараемся в увеличении. И посмотрите, что мы видим на вершине этого образования. Это совершенно отличается структура от того типа, второго О-типа, который мы с вами видели в начале, и который так громко на нас смотрел, потому что он такой очевидный. И посмотрите, удлинение вот это на вершине полностью меняет наше представление об этом образовании. Здесь нет, обратите внимание, демаркационной линии, ее не должно быть. Но здесь абсолютно четкое изменение вот этой вот структуры. Итак, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы видим совершенно другой участок на вершине этого образования. О чем мы можем думать, когда мы с вами встречаем такой участок? Будет ли это место предыдущей биопсии? Будет ли это дисплазия? Или может быть и то, и другое, или не то, не другое, а просто вариант развития, вариант роста такой зубчатой аденомы на широком основании. Да, зубчатое образование на широком основании. Сейчас, пока вы думаете, пока вы голосуете, очень интересно, я все время, когда там или лекции мы читаем, или общаемся с врачами, я все время оговариваюсь на зубчатой аденомы на широком основании. Вы знаете, что в первый раз, когда зубчатое образование были выделены в ВОЗовскую классификацию 2010 года, оно называлось зубчатое аденомы на широком основании. Сейчас, в 2019 году, ее полностью перевели на зубчатое образование на широком основании. В итоге у нас все начало мешаться. Группа зубчатых образований. Зубчатое образование на широком основании. Если хочется сократить, получается зубчатое образование, к чему это относится неведомо. И в итоге вот эти вот нюансы в терминологии в нашем русском языке очень-очень нас путают. И еще, знаете, что когда смотрю все время там зарубежную литературу, мы все очень-очень, и я в первую очередь тоже, конечно, отходила от слова полип. Потому что это полиповидная форма, это не полип, что это должно быть образование, это более академично, более красиво. То есть сейчас во всей иностранной, зарубежной литературе есть слово полип. Там практически не употребляется слово образование. Там есть в общем образование, может быть, полип. Поэтому даже вот такие вот путаницы в терминологии у нас могут быть. Итак, все перечисленное верно. 35% каждый третий врач отвечает на то, что это может быть и предыдущая биопсия, и дисплазия. Ничего из перечисленного 4%. Дисплазия 60% докторов. Наверное, мы остановим наше голосование, что большинство сейчас говорят о том, что это дисплазия. Вы знаете, если не знать анамнеза, то, наверное, здесь было бы вопрос и о том, что это может быть и действительно предыдущая биопсия. И дисплазия, потому что при предыдущей биопсии, конечно же, путается ямочный рисунок. Он действительно сходится воедино, но там появляются вот эти фиброзные мелкие тяжи, которые помогают нам понять, что это именно предыдущая биопсия. Тем более, если у нас есть какие-то данные о предыдущем исследовании. Поэтому все перечисленное верно. Наверное, так будет корректно, потому что это может отвечать и действительно возможности дисплазии, за предыдущую биопсию. Итак, какие же данные? Очень интересно, что наличие вот этих любых 1С-компонентах или узловой компонент. Обратите внимание, вот на массиве вот этого образования был вот этот вот участок узлового компонента, который дает удлинение структуры. Удлинение может быть совершенно различным, да, и 3Л, и 4, и даже 5 тип, да, когда мы говорим вообще об аденокарциноме. И вот этот признак удлинения и наличия узлового компонента до 93-99% случаев говорит о том, что это дисплазия. И как раз, да, наши коллеги показывают схему, как увидеть вот это вот удлинение. То есть на фоне расширенных ямок второго типа у нас появляется хорошо ограниченный участок с удлинением структуры, при этом не такое сильное усиление капиллярного рисунка. Его практически нет, говорить о том, что здесь появляются патологические капилляры, ничего подобного. И как раз вот это появление дисплазии, оно сопровождается мутацией определенного гена, да, это MLH1. Именно он, мутация его у нас ассоциирована с изменением и появлением вот этой очаговой дисплазии. И мы помним с вами, что именно от появления очаговой дисплазии у нас скорость трансформации в аденокарциному крайне велик. Итак, мы увидели с вами, что появился вот этот вот очаг. Останавливаемся ли мы на этом? Или все-таки мы должны использовать с вами весь арсенал возможностей, которые мы только имеем? Итак, это здесь, конечно же, да, хромоскопия. Хромоскопия с уксусной кислотой. Уксусная кислота позволяет увидеть очень многие моменты. И мы здесь сейчас видим шикарно контурированный ямочный рисунок. Итак, скажите, пожалуйста, хромоскопия, каков же механизм действия у нее? Это будет абсорбция красителя кишечной клетки посредством диффузии? Или это накопление красителя без его поглощения в ямках-углублениях между кишечными клетками? Или это химическое взаимодействие, то есть временное изменение самой структуры белка кишечной клетки? Пока, пожалуйста, голосуйте. Да, очень любопытно, потому что у нас с вами все красители, которые мы с вами используем, которые есть в литературе, они имеют совершенно различный механизм действия. Это нам в каких-то моментах помогает, особенно если в отделении есть все варианты вот этих красителей. Но, конечно же, есть и излюбленные красители, с которыми мы больше всего сталкиваемся. То есть мы, например, в последнее время с учетом чудесных свойств уксусной кислоты, особенно ее много-много, используем при каждом случае, при каждом выявленном эпителиальном образовании. Итак, большинство говорят о том, что это химическое взаимодействие. Наверное, мы тоже можем пока остановить голосование, раз так прям очевидное преимущество. Да, действительно, и вот это идет химическое взаимодействие, то есть полностью меняет, но временно меняет, да, третичную структуру белка. Причем белок именно и цитоплазмы, и ядра, и за счет чего меняются оптические свойства, и за счет чего, посмотрите, мы можем видеть вот такую белесость самого образования. Но, что нас может смутить, как только мы видим вот этот второй О-тип, а у вас на экране, наверное, там кота совсем не видно, мы настолько отвлекаемся, да, от остального массива, что мы можем вот этот вот участок с удлинением структуры 3Л просто даже не увидеть. Вот, поэтому всегда обращаем внимание на все участки самого образования, потому что, как показано на этой картине, да, там целое животное, которое совершенно не видно. Вы суслика видите? Нет. А, он там есть. А, он там есть. Я даже на этом экране не вижу, понимаете? Ну, поверьте, он там точно сидит. Итак. И какой же как раз закрепим материал, который Евгений Дмитриевич начал в своей как раз презентации, причем уже все подсказки были даны, и сейчас посмотрим, насколько урок выучен. Ожидаете 100%? Конечно. Не надеетесь. Евгений Дмитриевич, материал был донесен идеально. Нет, 24%. Кто-то прослушал или подошел позже, это очевидно. Кто-то явно опоздал, поэтому что такое ацетобелая реакция, да, было пропущено. Итак, 90%, ой, много опоздали. 92%, которые дают положительную ацетобелую реакцию. Вы знаете, для чего она нужна, просто ли это баловство? Нет, абсолютно нет. Потому что иногда, первое, не всегда бывает оптика, да, такое сильное увеличение. Не всегда мы можем действительно увидеть ямочный рисунок. Какие-то есть очевидные вещи, но ведь есть очень много эпителиальных образований, на которые смотришь и пытаешься выглядываться. Действительно, что же это, да, за структура? То есть одно дело, когда классический тип, а другое дело, когда сам ямочный рисунок не настолько очевиден. И как раз вот здесь нам с вами очень помогает вот эта реакция уксусной кислоты. Итак, я думаю, что мы останавливаем наше голосование, и 88% было за положительную. И здесь действительно мы предполагаем, потому что, почему я говорю предполагаем? Посмотрите, у нас равномерно окрасилось и образование, и окружающее слизистое. И что дальше мы видим? Что мы должны увидеть? Да, мы должны вот это вот сравнить, как быстро потерял цвет само образование и окружающее слизистое. Если цвет быстро потерян по сравнению с окружающей слизистой, это будет отрицательная ацетобелая реакция, и чаще всего это будет классический аденом. А если окружающая слизистое давным-давно уже отдала белый цвет образования, посмотрите, как шикарно контурируется, мы его видим, мы видим границы, и мы можем тогда спрогнозировать, что скорее всего это будет как раз зубчатый тип образования. И это будет положительная ацетобелая реакция, которая выявлена в 97% случаев. Поэтому это тот метод, который позволяет нам, это помогает нам во время исследования. Итак, мы брызнули полуторапроцентной уксусной кислотой. И обратите внимание, брызнули мы всего лишь 5 мл самого раствора, самого красителя. И мы видим сразу шикарные изменения и вот эту контурированность структуры самого образования. И теперь мы видим не только второй О-тип, очень ярко, мы видим второй тип мелкие. Мы можем увидеть участки, сейчас они будут, да вот они, с дисплазией, которые также контурируются. И сейчас мы смотрим, насколько вот эта ацетобелая реакция, насколько она работает. То есть это образование зубчатое, оно на себя накопило, будем говорить, когда уже окружающее слизистое отдает. И посмотрите, это видно даже в белом свете. То есть для этого, вот когда, если вдруг есть какое-то ограничение в аппаратуре здесь, да, в этот момент у данного пациента у нас нету НБА. Вот этот как раз белый цвет ацетобелой реакции нам показывает, где это образование, показывает, где границы образования. И мы можем также спрогнозировать гистологический тип, что это зубчатый вариант образования. Естественно, да, от этого будет решаться то, каким образом мы будем дальше это убирать. И посмотрите, вот интересно, да, вот этот вот участок, где дисплазия, он скорее даже немножечко скорее отдает, да, вот эту уксусную кислоту. И здесь сейчас уксусная кислота, которая, да, совершенно доступный краситель, который в любом случае нам помогает принять решение без физической биопсии. Итак, мы видим с вами, что что в белом свете, что в режиме НБА, образование приобретает белый цвет. Мы видим хорошо контурированные ямки. Мы видим, что этот белый цвет по сравнению с окружающей слизистой. Мы можем с вами предположить, что это зубчатое образование. В том числе, если мы подойдем поближе, мы лучше видим вот этот вот участок с дисплазией на вершине этого образования. И как только мы с вами хорошо просмотрели все образование целиком, мы с вами просмотрели все-все-все участки этого образования, теперь мы с вами должны выбрать тактику лечения. Первое, нужно ли его удалять или мы можем его наблюдать? Можем ли мы его удалять? И если да, то каким способом? Да, это эндоскопическое удаление или все-таки мы отдаем нашим коллегам-хирургам? Или все-таки мы подстрахуемся и возьмем биопсию? Или, к примеру, мы не можем сейчас убрать образование. Нужно ли нам вообще брать биопсию? Может быть, действительно мы возьмем, причем мы можем даже прицельно взять из этого участка дисплазии, который мы предполагаем. Мы можем прямо из него взять и максимально информативную гистологию получить. Итак, голосование, наверное, сейчас идет, мы его, видимо, не идет. А будьте любезны нам голосование. Я думаю, что уже все приняли решение эндоскопического удаления, конечно. Или, может быть, это тоже тот один умный человек, который тот самый умный человек. Синдром профессора Веселова. Работаем на первоотвечающего, все остальные молчат. Ну, реально просто. Что-что? Нет, вообще удаление. Здесь тактика ведения. То есть мы увидели вот этот полип. Что мы с ним делаем? Мы его будем наблюдать и приглашать пациента через год, через два, через три, через десять. Или мы его все-таки планируем эндоскопически удалять. Или мы планируем хирургически удалять. Или мы берем биопсию и потом уже решим. Что мы возьмем биопсию как, в общем-то, еще, например, 20 лет назад мы точно бы, и даже, я думаю, что 10 лет назад, я думаю, даже меньше, мы бы взяли биопсию и дальше бы уже решали вопрос, насколько стоит это удалять или не стоит. Опять же, да, это было такое очень... У нас не было сильного выбора, да. Мы всегда были, мы всегда обучались тому, что мы сначала берем биопсию, а потом уже решаем тактику ведения. Да, это сейчас у нас есть такие возможности, как, например, откуда вообще взялась вот эта оптическая биопсия. И первое ее официальное подтверждение, это было 2011 год, как раз нашими американскими коллегами, которые утвердили законодательно, что может быть оптическая биопсия, что мы можем решить эндоскопически, что это за образование, и не отдавать на гистологическое исследование. Стратегия называется удалить и выбросить. Но вспомните, пожалуйста, вот эта стратегия удалить и выбросить, она должна была соблюдаться ровно при трех условиях. Это если сам врач обучен, второе это аппаратура экспертного класса, и третье это обязательно фотофиксация. То есть мы убрали это образование, но фотофиксация его должна быть обязательно, чтобы если вдруг что-то у нас потом появляется, мы могли вернуться к этому образованию, к этой фотографии и его снова проанализировать. И с 2011 года уже вот эта стратегия официальная была абсолютно подтверждена, и мы могли ей воспользоваться при различных случаях. Итак, 95% за эндоскопическое удаление, 3% все-таки за предварительную биопсию, безусловно, и еще недавно это даже не обсуждалось, это сейчас мы можем это обсуждать, и 2% за хирургическое лечение. Наверное, мы останавливаем голосование, да, на 95%, и все-таки посмотрите, наверное, по нашим данным, здесь злокачественных клеток пока нет, да, мы не предполагаем, как злокачественные клетки. Почему говорю пока, потому что все равно гистология нас рассудит, окончательная гистология. Второе, мы не видим здесь признаков инвазии в глубокие отделы подслизистого слоя, поэтому в этих случаях все-таки, наверное, это также наш уровень компетенции, да, что мы можем его эндоскопически удалять. И по поводу предварительной биопсии, буквально только что, в октябре 2021 года выходят европейские рекомендации гастроэнтерологического общества, когда же все-таки нужно брать биопсию, нужно ли ее брать. Итак, ИСДЖИ рекомендует, что полипы, да, это к вопросу о терминологии, что в зарубежной литературе они говорят не образование, а полипы, полипы, которые считаются предраковыми, должны быть полностью удалены и не подвергнуты биопсии. Дальше полипы потенциально злокачественные, они должны удаляться целиком и опять же, посмотрите, не подвергаются биопсии. А что же тогда подвергается биопсии? Только те случаи, которые отдаются хирургам на удаление. И в таком случае мы должны взять 6 тщательно прицельных биопсий и дальше отдаем. То есть если мы эндоскопически удаляем, то мы биопсию не берем. Если только мы не планируем удалять, тогда мы берем биопсию. Судя по ГУЛУ, все обсуждают биопсию. Итак, что мы решим? Мы теперь смотрим само образование. Итак, мы все-таки приняли решение его удалять здесь сразу и целиком. И дальше уже отдавать на гистологическое исследование. Мы выбираем, безусловно, метод горячей биопсии, потому что мы предполагаем, что здесь есть очаг дисплазии. А вы сами знаете, что в 2019 году при появлении новой классификации ВОЗ, которую выпустила, дисплазия не делится в зубчатых образованиях на слабую и тяжелую. Поскольку нет достаточных морфологических критериев разделения тяжелой и слабой дисплазии. Поэтому вот эта дисплазия, мы говорим о том, что это просто слово дисплазия. И дальше мы помним, что вот этот прогресс каденокарциномии очень высок. Итак, мы подкололись. Подкололись мы, естественно, из проксимального края для того, чтобы вывернуть на себя вот это образование. Если бы мы кололи там, где нам удобно, образование ушло бы туда, вглубь. И мы бы с вами потом было тяжело, безусловно, для самого удаления. И это нас бы очень сильно ограничивало. Теперь мы видим шикарно границы самого образования. Мы можем даже с вами за счет растянутости самого образования видеть второй О-тип. И посмотрите, мы кончик петли вытащили и проверили работоспособность вот этого коагулятора конкретно сейчас у этого пациента. Потому что мы только начали работать. Если мы не проверили вот эту коагуляцию, мы начинаем резать, и оказывается, что действительно он не сработал, не сконтачил. Вот это профилактическое, наверное, нас всегда в какие-то моменты может очень хорошо подстраховать. Особенно при крупных ножках, где крупные полипы. Дальше мы затягиваем само образование, затягиваем его. И смотрите, несмотря на то, что мы подкололись и отошли от мышечной стенки, мы все равно на себя, то есть вот этот вот прием, он никуда не девается. То есть мы все равно на себя подтянули, чтобы увидеть, что действительно мы захватили только слизистую, и мы не захватили мышечную стенку органа. И только когда мы на себя подтянули, отвели, мы даже видим, что мы до границы образования ушли полностью в петлю вместе с неизмененной слизистой оболочкой, только в этот момент мы режем образование. Конечно же, самое удобное образование извлекать с помощью ловушки, когда небольшие образования, они очень хорошо уходят в ловушку. Это самое, наверное, простое, чем вытаскивать щипцами, особенно когда мы планируем дальше вот это работать. Мы засосали само образование, и мы на этом не останавливаемся. Мы подходим к этому участку, мы подходим к этому после резекционного дефекта и пытаемся отсмотреть, все ли участки образования, все ли образование мы удалили, или какой-то кусок остался. Вы помните, что 30% интервальных колоректальных раков – это неудаленные, не до конца удаленные образования или пропущенные образования. И здесь нам очень помогает вот этот вот прием под водой, когда мы наливаем воду, и мы в нее ныряем. Это создает дополнительную линзу, и мы видим не только края, но и ямочный рисунок, и опять же мы видим вот этот вот дефект после пострезекционный, мы можем его оценить. И посмотрите, да, здесь когда мы удаляли, мы с вами помним, что зубчатое образование, да, они имеют очень небольшое кровоснабжение. Соответственно, много коагуляции здесь тоже не надо. То есть когда мы видим хорошо прозрачный вот этот вот подслизистый слой, мы знаем, что в течение суток этот дефект будет минимально углубляться вглубь, да, потому что когда мы действуем электрическим током, мы помним, что в течение суток этот дефект уходит за счет коагуляции в более глубокие слои стенки кишки и деструктирует, доходит до глубоких сосудов и до мышечной стенки органа. Поэтому здесь как раз коагуляцию мы берем минимальную, насколько это возможно с точки зрения безопасности. Поэтому когда мы смотрим вот это образование, да, вот эта оптическая биопсия полностью, да, не просто куском, не только макроскопический тип, который все-таки сейчас нам недостаточно совершенно, мы переходим к микроскопическому анализу. И микроскопический анализ, очень хотелось бы, да, остановиться на втором О-типе, сказать, что мы молодцы, так же, когда мы, вот как раз то, что в предыдущих докладах было, что мы увидели полип, да, и когда нас интеллект искусственный направил молодого врача на вот этот вот полип, то про остальные полипы молодой доктор совершенно забывает и уже, ну, легкая такая, в общем-то, когда тебе показали, ты уже ни на что больше не отвлекаешься. И здесь же, на мой взгляд, вот этот второй О-тип, он настолько бросается в глаза, настолько он простой, настолько он понятный, что, конечно же, мы забываем отсмотреть всю оставшуюся, весь оставшийся массив образования. Поэтому оптическая биопсия, давайте мы с вами не забывать, да, максимально отсматривать само образование. Сейчас Евгений Дмитриевич показал в своем докладе эндоцитоскопию, конечно же, когда смотришь фотографии эндоцитоскопии, хочется больше и больше и глубже, и уже даже вот этой оптической биопсии становится недостаточно, да, хочется уже зайти и в ядра, и в цитоплазму, и посмотреть вот эти вот структуру уже, даже бы до хроматина мы бы дошли. Вот, поэтому оптическая биопсия, коллеги, мне кажется, что это, конечно, такой шикарный метод, который вот именно современное оборудование, которое нам позволяет, и если раньше мы только могли о нем думать, то сейчас это просто перешло в рутину. Я вспомнил, когда вы сказали, хочется в хроматин зайти, наш вопрос гоносенсения несколько лет назад, когда мы спросили, скажите, а можно без использования эндоузи, который все-таки, даже вот сегодня китайский тоже профессор говорил, что и кипердиагностика немало случаев, и ложноположительных, и ложноотрицательных, можно ли эндоскопически увидеть, как вот мы видим при эндоцитоскопии по поверхности клетки, можно ли в глубину опухоли заглянуть, ее инвазии, там в инфокрасном, например, свете. Он посмотрел, по его взгляду мы поняли, что эти работы ведутся, он спросил, а вы готовы за это платить? Ну, я думаю, что готовы. Готовы, готовы. Угольком, угольком, да. Движемся дальше? Спасибо большое, Наталья Латвина. Спасибо большое, Халик. Яркое, яркое выступление. Спасибо большое. Да, очень интересно, спасибо большое, действительно. Да, конечно. Я хотел вопрос, наверное, про... Ага, иначе не докричусь. Два вопроса, они, конечно, немножко каверзные. Скажите первый вопрос, где вы берете уксус для хромоскопии? И где вы, вернее, есть ли в перечне медицинских услуг оптическая биопсия, про которую мы сейчас говорим? Да, спасибо большое за вопрос. Каверзный. Каверзный, но дело в том, что он был для нас очень каверзный еще года два назад. И сейчас мы так выбрали оптимальное решение. Знаете, что во всех больницах... Вообще, откуда взялась уксусная кислота? Я зайду с историей. Она взялась из гинекологии. И посмотрите, до сих пор гинекологи очень активно используют уксусную кислоту. Другое дело, они ее используют трехпроцентную. И вся уксусная кислота, она действительно стоит копейки. И они заказывают гинекологи официально через свою аптеку. Поэтому если мы, да, мы в свое время решили два года назад этот вопрос, мы подошли как раз к тем, кто делает в нашей аптеке уксусную кислоту и сказали, ребята, разведите еще в два раза. И это элементарно решилось. Поэтому теперь уже как два года мы... Для нас этот вопрос такой очень приятный, спокойный и уксусная кислота. Действительно, единственное, что у нее срок годности только 10 дней. Ну, если небольшие, да, флакончики, то этого как раз достаточно заказываем. Ну, и на постоянной основе он постоянно есть. И поскольку у нас идет очень большой расход уксусной кислоты, потому что мы льем вот на все образования, которые только можно, мы всегда льем, то, безусловно, это очень удобно. И второй был вопрос по поводу оптической биопсии услуг. Нет, таких, наверное, нету в номенклатуре. Вот, и здесь как раз, здесь у нас, я думаю, что сейчас вообще переходный момент между тем, что мы официально, насколько имеем право, да, законодательно, не брать биопсию. Но, смотрите, уже в октябре ИСЖИ выпустила рекомендации, что ее вообще даже не надо брать. Мы немножечко вот сейчас как раз эти работы, да, и максимально ведутся. Вот, поэтому, наверное, все-таки мы скоро будем и в этом моменте очень-очень так застрахованы. Так, ну что, вопросы еще есть? Давайте. Наталья Анатольевна, скажите, пожалуйста, для детей никаких ограничений нет? Мы можем использовать? И здесь как раз, знаете, что интересно? А я повторю, да, можно ли использовать уксусную кислоту у детей? Вы знаете, я спрашивала у хозяек, я сама не кручу банки. Хорошо ли это, плохо, я не знаю, но я знаю, что для огурцов маринованных и помидоров уксусная кислота идет, процентаж идет от 9%. И все люди едят, когда как раз был вопрос, насколько она вредна, уксусная кислота. Если дети едят маринованные огурцы и помидоры, почему уксусная кислота, понимаете, в чем дело? Мы, значит, она попадает в желудочно-кишечный тракт. Также уксусная кислота официально с 27 года используется в гинекологии. Она также работает на слизистую оболочку. Слизистая оболочка толстой кишки, мы туда также, да, у нас проходят вот эти вот красители. Плюс еще, надо очень важно, да, понимать, что уксусная кислота – это временное изменение оптических свойств. То есть она уходит, это просто идет искажение. Если мы помним с вами, вот этот вот белок, да, там всего 4 стадии. Четвертая – это коагуляция уже необратимая стадия, а третья – она обратима. То есть изменилась вот эта вот структура, она в клубок свернулась и снова, да, не до конца, и снова она развернулась. Поэтому, в общем-то, с точки зрения и юридически, на мой взгляд, гинекология может, и мы почему нет. Спасибо большое. Еще можно еще вопрос? Скажите, ну, технически, это делалось в данном случае амбулаторно или стационарно? Всегда ли при удалении полипа используется подкалывание? Или это только используется, если горячей петлей? И в данном случае можно ли использовать холодную петлю? Да, спасибо большое за вопрос. Значит, в данной ситуации это было амбулаторное удаление, мы в большей части случаев работаем амбулаторно, потому что 90% полипов, которые мы находим у популяции, это меньше 1 см, да, поэтому, естественно, у нас в объеме мы больше всего работаем амбулаторно. По поводу подколки, при горячих способах мы всегда подкалываем для того, чтобы отойти от мышечной стенки, и все-таки, да, это лишняя профилактика осложнений, лучше сделать больше, чем потом с этим разбираться. При холодном мы не подкалываем никогда, при горячем мы подкалываем всегда. Какой-то там был еще вопрос. В холодном. В холодном, да. Значит, по поводу холодного. Если мы возьмем все рекомендации из GIE, американского общества, холодная петля прописана для образования до 10 мм, хотя сейчас американцы переходят до 19 мм, да. Но здесь, обратите внимание, здесь все-таки есть тяжелая, здесь есть не тяжелая дисплазия, неправильно сказала, здесь есть очаг дисплазии. Как только есть очаг дисплазии, а если это тяжелая дисплазия? А мы с вами знаем, что грань между дисплазией, тяжелой и ранним раком, японцы, да, практически ее, они просто перешли, что это может быть ранний рак. Поэтому в данной ситуации, как только мы подразумеваем дисплазию, особенно в зубчатых образованиях, да, когда это маленькая тубулярная аденома, мы знаем, что дисплазия легкой степени и так далее, да, мы можем себе позволить какие-то моменты холодной степени. Но когда это зубчатое образование, дисплазия, знаем, что очень быстро переходит в злокачественные клетки и гарантировать, что в глубоких отделах вот этих крипт нет уже каких-то злокачественных клеток, мы не можем. Поэтому как только видим дисплазию в зубчатых образованиях, мы все-таки приверженцы именно горячих способов. А при горячей петлевой полипектомии сколько отступаете от стенки, от границ, от видимых границ данного полипектомия? Ну, холодная предполагает 2-3 миллиметра, горячая, в общем-то, я не вижу, да, разницы. То есть мы стараемся, конечно, максимально захватить, но не сантиметр по окружности, чтобы дефект был меньше, но сантиметра 3 также, и мы помним, что, конечно же, вот этот дефект, несмотря на то, что он сначала будет маленький, потому что мы применили горячий способ, естественно, мышечная пластинка сжалась, да, и мышцы, то потом он будет расширяться. Да, поэтому захватить очень много все-таки, ну, не стоит, потому что в течение суток вот это углубление будет сильнее. Спасибо большое. Ну, дальше движемся мы. Как раз я понимаю, что многие вопросы, что у вас возникли, и могут еще возникнуть, они будут отвечены в следующем докладе. Итак, Екатерина Викторовна Иванова, холодная полипектомия. Глубоко уважаемые коллеги, я на связи. Вы меня видите, слышите? Да, да, видим, видим, слышим. Приветствую, добрый день. Глубоко уважаемые коллеги, да, в добром здравии, в хорошем настроении. Очень жаль, что нет меня рядом с вами, но, однако, ковид нам дал возможности все же, несмотря на то, где бы мы ни были, быть фактически вблизи и иметь возможность поделиться теми знаниями, опытом, которые у нас есть. Итак, давайте я наложу мою презентацию. Итак, моя тема, моего доклада. Тема моего доклада о полной статье холодной. Итак, коллеги. Я бы хотела в своей презентации показать вам, что и обсудить с вами, так как у нас интерактивный курс, что полноскопия не только диагностическое исследование, это еще и полноценное эндоскопическое вмешательство, которое, в общем-то, ведет к профилактике полуректального рака. И то сегодня, о чем мы будем с вами говорить, будет основано на американских рекомендациях последних от 2020 года по удалению колоректальных образований. Итак, вопрос номер один. Итак, смотрите, пожалуйста, данное эпителиальное образование вы видели, да, каким способом вы бы его удалили. Давайте еще раз я запущу обратно, чтобы на него посмотрели. Это принципиально важно. Посмотрите, пожалуйста, на образование. Оцените его и ответьте на вопрос, каким путем вы бы удалили данное эпителиальное образование. Вы бы выполнили эндоскопическую резекцию слизистой оболочки, холодную петлевую резекцию, полипектомию с электрокоагуляцией, либо ни одним из указанных способов. И время, пожалуйста, пошло. Я также буду видеть ваши ответы. И вижу, что за полипектомию с электрокоагуляцией уже проголосовали практически 79% под 80%. Резекцию слизистой оболочки выполнили бы 14% из вас. И холодную петлевую резекцию 8%, ну 10%. Ну это и естественно абсолютно правильно, когда мы ведем речь о образованиях на ножке, неважно какой бы они ни были, мы говорим о удалении горячим способом. То есть удаление с помощью петлей электрокоагуляции. Обратите внимание, мы здесь удаляем, специально продемонстрировать, холодной петлевой резекцией. И следующий вопрос, что вы видите в дне после резекции? Остаточный фрагмент образования сосуд, либо под слизистый слой. Пожалуйста, проголосуйте. Мы сейчас вернемся к вот этому структуре, которая осталась после удаления. Почему удаляли холодной петлей? Ну и просто, чтобы вам показать, что этого реально не нужно делать в вашей клинической практике. Итак, сколько человек ответили на этот вопрос, пожалуйста. Вопрос номер два. Я, например, в приложении не вижу ответов пока. Пожалуйста, голосуйте. 62%, 69%, 65% абсолютно правильно отвечают, что это не что иное, как сосуд в дне после холодной петлевой резекции образования на ножке. Было ли, так скажем, опасно удалять такое образование холодной петлей? Ну и действительно было, и, как я уже сказала, это именно было сделано, мы понимали, на что мы идем, дабы показать, какие сосуды находятся в ножках, чтобы вы в своей работе, в общем-то, не применяли холодную петлевую резекцию для удаления образования на ножке. Ну и в данной ситуации, как вы видите, под основанием был данный сосуд клепирован во избежание последующих осложнений. Итак, вернемся, значит, к алгоритму, который представляет нам американские рекомендации. Мы ставим крестик и не удаляем образование на ножке с помощью холодной петлевой резекции. Действительно рекомендуется выполнять полипетомию с помощью обычной коагуляции, электрокоагуляции. Итак, для чего нам нужна холодная петлевая резекция? Это образование на широком основании. И спасибо большое предыдущим всем спикерам, ораторам, которые подвели замечательную базу по то, какие образования, в общем-то, мы будем удалять с помощью данной методики. Ну, во-первых, это будут образования все мельчайшие и мелкие, то есть образования менее 5 мм и до 10 мм. Вы видите, что рекомендуемая холодная петлевая резекция указана именно при мелких образованиях. И, безусловно, предварительно оптическая биопсия, так скажем, да, либо предварительно анализ оптический очень важен для того, чтобы понимать, что мы удаляем и избегать удаления образования с признаками от слизистой инвазии. Теперь следующий вопрос к вам. Пожалуйста, приготовьте свои приложения. Каким бы путем вы удалили данное эпителиальное образование? Вы бы выполнили эндоскопическую резекцию слизистой ополочки, холодную петлевую резекцию, полипектомию с электрокоагуляцией, либо ни одним из указанных. Посмотрите на образование. Здесь представлено оно и в белом свете, и в узком спектре света, и увеличение также представлено. И, пожалуйста, ваши ответы. Вижу по ответам резекция слизистой оболочки. Около 38-40% доголосуют из вас, 48% холодная петлевая резекция. Ну и в меньшем проценте случаев это полипектомия с электрокоагуляцией и ни одним из указанных способов. Ну и давайте пойдем так, скажем, от обратного. Что сделали мы в данной ситуации, удаляя данное образование в амбулаторных условиях и ориентируясь на, так сказать, макроскопическую картину и предполагая гистологическую структуру. Мы пошли на эндоскопическую резекцию слизистой оболочки, стандартную, РСО, путем предварительной инъекции физрастворов под слизистый слой и последующее наложение петли электрокоагуляции. И, соответственно, здесь вы видите дефект после удаления данного образования. Следующий вопрос. Мы работаем амбулаторно, соответственно, удалив данное образование, выполнив РСО. Будете ли вы клипировать данный дефект? Очень легкие ответы, да или нет. Вот ваше мнение, что бы вы выполнили после удаления. И мнения фактически разделились 50 на 50. Часть зала или часть аудитории заклипировали бы, часть не накладывали клипсы. Ну, давайте посмотрим, что произошло вот в нашей ситуации. Мы ушили данный дефект и в действительности уже с опытом пришли к этому, что все, что мы коагулируем, мы все пытаемся ушить с помощью закрытия ушивания дефекта клипсами. И таким образом, видите, что наложены две клипсы, и мы практически не имеем шансов никаких, можно сказать, осложнений со спокойной душой. Это выполняется амбулаторно. Мы отпускаем пациентку домой. Но, однако, в течение уже с 11 часов вечера, в течение всей ночи, я получала сообщение, что по 30 мл уделялось содержимое с кровью, со сгустками. Ну, так как не было обильного кровотечения, соответственно, в 8 часов утра данная пациентка была уже у нас на столе, на эндоскопическом. Мы выполняли контрольную, либо вот такую срочную колоноскопию в поисках источника кровотечения. Надо сказать, что помимо данного образования у пациентки еще было удалено более крупное образование. Мы-то ожидали, что кровотечение именно из того образования, которое было порядка 2,5 см. Но, однако, мы подошли к тому образованию, абсолютно сухо-чисто, ни тромбов, ни крови. А уже пройдя выше восходящую ободочную кишку, мы увидели, что, ну, во-первых, вы видите, что около клипса имеется кровь, был маленький сгусток, мы его отмыли. И действительно увидели, что из-под клипсы, непонятно откуда, потому что фактически не было открытого дефекта, подтекает кровь. В общем-то, что мы сделали? Ну, мы наложили еще одну клипсу, которая фактически легла под основание вот этой первой наложенной впереди клипсы. Ничего не коагулировали, просто ушили, зажали ее, ткани под ней, и, в общем-то, был достигнут окончательный гемостаз. Почему это все? К тому, что надо иметь в виду, что когда мы используем горячий способ удаления, то дефект распространяется до глубокого подслистого слоя, повреждая крупные сосуды. Термическое повреждение распространяется вплоть до мышечного слоя. И, конечно же, повреждает и затрагивает сосуды глубоких сегментов мышечно-глубоких сегментов и подслистого оболочки, либо доходя до мышечного слоя. Соответственно, одна из работ наших кипотских коллег показала, что мы, применяя горячую резекцию, легко повреждаем более крупные сосуды глубоких слоев. Ну вот, в общем-то, и более того, что клипирование нас может абсолютно не спасти от отдаленных кровотечений. Ну, в ответ на то, как убрать такое образование, в общем-то, я видела ответ, что большая часть из вас считает, что холодная резекция, вероятно, была правильным решением. И в действительности, конечно, рекомендую до 10 мм однозначно применять данный способ удаления образований. В отношении того, какая морфология должна быть у этих образований, то есть визуально вы должны видеть гиперпластические полипы, либо зубчатые аденомы на широком основании, либо это должно касаться внутрислизистых на уплазе низкой степени. То есть, как правило, мы не берем на холодную резекцию образования внутрислизистых на уплазе в высокой степени, либо же с неглубокой инвазией в подслистый слой, либо те, которые имеют глубокую инвазию в подслистый слой. Ну и чтобы подкрепить нашу визуальную ориентацию в том, о чем мы говорим, давайте ответим на вопрос, очень легкий для вас после предыдущей презентации. Какой тип предварительной гистологии данного образования? Перед вами ответы. Вы видите, это аденома, зубчатое поражение, либо гиперпластическое образование. Ну, видите, все было не зря. Замечательная база перед моим докладом. Это крайне редко, чтобы 100%, да, она уже, пардон, изменилась. Я, видите, как сглазила фактически. Но передо мной изначально появилось изображение, что 100% считают, что это зубчатое поражение. Сейчас идет колебание некоторое. Ну, здесь очень легко определиться. Действительно, речь идет о зубчатом поражении. Обратите внимание, вот эти округлые темные пятнышки, да, вот по всему образованию, да, еще налет слизи, да, еще оно как облачко. Это не что иное, как критерий зубчатого поражения. Видя это, вы можете даже не сомневаться. Гиперпластическое вы увидите, как правило, с четкими краями, округлое, мелкое и, как правило, белесое образование. Оно не будет иметь вот эти круглые У-образные расширения вот на всей поверхности образования. Чтобы не ошибаться, то есть для вас это вот самые такие яркие, четкие критерии. Итак, вопрос следующий. Вы, видите, обнаружили вот такое образование. Как бы вы его удалили? Выполнили бы резекцию с листой оболочки, РСО, холодную петлевую резекцию, по липотомии с электрокоагуляцией, либо ни одним из указанных способов. Голосование у нас уже пошло. Вижу, как меняются проценты. Сейчас идут ответы в отношении резекцию с листа оболочки, выполнили бы, либо ни одним из указанных способов. Но и небольшой процент считает, что можно выполнить банальную поликотомию с электрокоагуляцией. И за холодную петлевую резекцию, видимо, один доктор тоже кто-то голосует. Ну и давайте пойдем дальше. Значит, сразу объясню, с каким образованием мы имеем дело. Первое, что мы видим образование с 2С компонентом, 2 плюс 2С, мы видим еще в центре вот это вот, как бы такое крупное зерно. Это не что иное, как макроскопический признак инвазии в глубокий слой. Соответственно, несмотря на то, что вы видите, что это зум 1,2, это увеличенное образование, на самом деле размер его 6 миллиметров всего лишь. Это случай, который был выявлен у нас в клинике. И мы давайте посмотрим на рекомендации, как рекомендуется его удалять. Ну, соответственно, если мы имеем эндоскопические признаки наличия подслизтой инвазии, то рекомендуется либо выполнить резекцию слизта оболочки, либо сделать диссекцию подслизтом в слое, в принципе, то и другое правильно. Да, японцы бы, безусловно, выполнили и однозначно, несмотря на размеры, даже хирургию, скорее всего, да, на хирургическое лечение отправили пациента. Мы выполняли резекцию слизистой оболочки достаточно широко и глубоко. Надо сказать, что инвазии в глубокие слои не было, слава богу, и сосудистые лимфатические сосуды были вне этого процесса. Но, однако, вот вы видите рекомендации. И, в общем-то, конечно, несмотря на размеры к тому, что холодную петлевую резекцию в данной ситуации выполнять нельзя. Значит, что такое полипотомия холодной петлей? Естественно, на сегодняшний день методика выбора при удалении доброкачественных эпидемиологических образований мелких размеров. Почему эта методика завоевала распространение? Естественно, ввиду благоприятного профиля безопасности и высокой эффективности. Во-первых, низкая частота нежелательных явлений. То есть мы практически не повреждаем ткани. Мы фактически уберегаем себя и пациента от отдаленных осложнений и исключено развитие постполепотомического синдрома. В общем-то это было подтверждено массой метаанализов и один из показывает обзор исследований по этому поводу, где вы видите, что частота отсроченных постполепотомических кровотечений фактически равна нулю. Что касается полноты резекции, в ряде исследований полнота резекции определялась как удаление образования единым блоком с гистологически отрицательными краями резекции R0. Здесь представлено мультицентровое рандомизированное исследование нашими японскими коллегами проведенного, которое показало, что полепотомия холодной петлей имела аналогичную частоту полной резекции по сравнению с полепотомией горячей петлей. Ну, уже касались этого вопроса о том, как, в общем-то, избежать неполной резекции. Ну, безусловно, нужно смотреть на дефект после удаления образования. Итак, вы видите изображение на верхней картиночке, да, у нас верхнее изображение и нижний дефект после удаления данного образования. Что бы вы сделали после такого удаления? Первое, клипировали дефект с листа оболочки. Резекция, вы считаете, выполнена достаточно, ничего делать не нужно оставить. Нужно либо дополнительно наложить петельку и, в общем-то, доделайте или удалите дополнительно образование. Итак, я смотрю на результаты, которые уже появляются, вот ваши ответы. Ну, что могу сказать? Что мы видим на нижнем изображении? Несмотря на то, что большая часть образования удалена, мы видим остаточный компонент, то есть мы видим этот кружавчатый край, это не что иное, как остатки образования. Соответственно, 55%, которые сейчас мы имеем, правильно ответивших врачей, правильно делают, говоря о дополнительной резекции оставшегося фрагмента по краю. Говорить о том, что резекция выполнена достаточно, ничего делать не нужно, как ответили 30%, ну, в данной ситуации абсолютно некорректно. Обратите внимание, у нас есть образование. Ну, во-первых, прежде чем его удалять, удалялась холодная резекция здесь все, мы должны четко понимать его границы, не просто наложить петлю на выступающую часть и срезать и на этом завершить, типа мы все убрали, ничего подобного. Мы, удалив основной компонент, большую часть образования, смотрим на край. И что мы видим? Мы видим вот эти вот ткани, то есть мы не видим нормальный эпителий в виде точки, как вот делаются стрелочкой, да, сейчас я показываю. То есть мы должны увидеть ровно такой же край, чтобы говорить о том, что мы правильно, корректно и без оставшихся тканей образования удалили его. Итак, мы видим вот этот вот край, это остаточное образование. Что мы должны сделать? Мы просто накладываем повторно на этот край еще раз петлю и удаляем. Иногда бывает, что в крае остается буквально 2-3 миллиметра, и вам наложить петлю, особенно если вы не используете маленькие петли для холодной, специализированные петли для холодной париктомии, а используете крупную петлю. Тогда вам, естественно, не сподручно все это делать, вы больше нанесете ранение слизистой. Пожалуйста, вы можете взять обычные щипцы биопсийные, и если это действительно 2-3 миллиметра, то буквально прицельно наложив щипчики удалить, да удалять вот эти вот оставшиеся ткани для того, чтобы увидеть полноценно нормальный чистый дефект после удаления. Вот обратите внимание, в NBI видите, как выглядит уже край дефекта после наложения петли повторной, дополнительной и удаления данного образования. То есть мы должны прицельно увидеть края. И тогда мы тем самым убережем себя и пациента, говоря о рецидивах, либо о резидуальных в большей степени тканях, то есть остаточных тканях после выполнения удаления. Ну, здесь я хотела бы привести одну работу, которой уже, видите, 11 лет. Наши коллеги показали, что гистология образования предопределяет полноту резекции. Соответственно, если мы видим аденомы, то, как правило, выполняется удаление более радикально, потому что мы видим, ну, во-первых, ее более ярко, мы не оставляем ярких тканей после удаления. А вот для гиперпластических полипов всего лишь 24%. Ну, в принципе, я думаю, что сюда же все уходит и зубчатые образования. То есть, когда ткани более белесые, мы легко, если прицельно не осматривать края, можем оставить на месте. Ну, и здесь мы видим аденому, да, и мы четко накладываем петлю и радикально удаляем. То есть нам гораздо проще при аденомах оценить края резекции, нежели, вот как вы отвечали, что вот 30% считает, что все радикально, хотя остались элементы образования. Что еще очень важно для холодной резекции? Ну, помимо оценки образования, о чем уже всю первую часть данного симпозиума говорили, важно позиционирование образования. И хочу сказать, что это не только для холодной резекции. Вот я видела, как в предыдущей образовании, да, в предыдущей лекции удалялось, когда образование находится где-то сверху на складках. Ну, во-первых, это просто из, ну, таких технических вещей, он просто не будет, будет неудобно накидывать петлю, когда образование где-то сверху. Позиционируйте его все же на 6-5 часах, где выходит инструмент, и тогда вы проще наложите, более правильно наложите петлю на образование, когда образование у вас должно лечь фактически в центральную часть петли, и тогда вам будет проще еще и посмотреть края. Был вопрос о том, сколько отступать. Вы будете четко видеть, что вы накладываете в пределах здоровых тканей. Обычно это 2 мм от краев, и будете более полноценно и безопасно накладывать петлю. Позиционирование образование – это самая важная часть для того, чтобы также выполнить все безопасно, чтобы помимо того, что там беречь пациента от кровочения, не привести, особенно при горячей резекции, резекции слизистой, к перфорации. Поэтому будьте вдительны и позиционируйте на 6-5 часах, тогда вам будет проще все выполнять. Безусловно, важно все же образование извлечь, несмотря на предварительную гистологию, все же получить окончательное морфологическое заключение, потому как, хочу сказать, что не всегда при зубчатых образованиях мы четко можем видеть признаки дисплазии. Но у нас даже был случай, когда мы абсолютно брали на резекцию слизиста нормальное зубчатое образование, все было структурировано. А морфолог нам показал, с использованием иммунной гистахимии, клетки аденокарциномы в зубчатом образовании. Я показывала у Виктора Владимировича на конференции этот случай, мы обсуждали, и были в общем-то непонимании. То есть мы иногда визуально тоже можем, к сожалению, не все видеть. Хотя это согласно, в общем-то, в большей степени, я считаю, козуистика, нежели как бы частая практика. Итак, обратите внимание, как расположено образование. Пока вот на этом видео давайте посмотрим, как правильно выполнять. Многие говорят, как научиться и как это делать в клинической практике. Обратите внимание, первое, локализация, да, 6 часов. Потом захват непосредственно под образование. Мы используем жесткую петлю, создаем такую полиповидную форму образования и поэтапно срезаем данное образование. Дальше действительно мы видим здесь, естественно, это не как я показала при первом случае сосок, который был в ножке, а в данной ситуации это либо подслизстый слой, либо мышечная пластинка слизистой оболочки. Ну, как правило, подслизстый слой он вытягивается, потому что мы петлей жесткой вытягиваем, как бы, да, его убирая образование. И далее мы при цельном, близком фокусе, при близком расстоянии, используя эту замечательную возможность, акваскопия нам всегда еще дает такой масштаб, да, увеличивает немножечко. Мы видим, что края у нас абсолютно чистые. Ну, соответственно, еще одно образование. Ну, по факту мы точно так же удаляем. Самое главное при холодной резекции что? Что очень важно. Что первое, действительно безопасно, мы не лезем ни в какие глубокие слои, и, соответственно, у нас, как правило, не возникает кровотечение, потому что мы работаем в пределах подслизстого слоя, да, подслизстый слоя – это максимум, да, в котором мы, ну, наносим, да, травму слизистой ополочки. И далее удаляем, да, срезаем. И, в общем-то, если даже в виде подтекания крови, не бойтесь, не будет никакого кровотечения. Обычно достаточно 1-2 секунд, 3-5 секунд, я не знаю, в зависимости от, как бы, пациента, да, от персональных каких-то свойств. И, в общем-то, вот максимально, что мы видим через некоторое время. То есть мы вернулись сейчас ко второму, вернее, к первому удаленному образованию. Есть небольшое подтекание, ничего с этим делать не нужно. Более чем это, ничего дальше развиваться не будет. А теперь давайте интерактивно поработаем. Здесь я бы назвала тяжелое удаление холодной петлевой резекции. Почему? Первое, видите, какая передача идет, сердцебиение. И оп, мы захватили петлей образования. К вам вопрос. Правильно ли выполнен захват образования? Итак, давайте приготовим, да, свои девайсы для того, чтобы... Я вижу, я вижу сейчас у меня, по крайней мере, в приложении совершенно другой вопрос. У нас сейчас вопрос номер 8. Правильно ли выполнен захват образования? Ну, могу предположить, с учетом, что сейчас скачет вопрос, и что этот вопрос, может быть, даже был пропущен. Давайте ответим каждый для себя. Все ли корректно в захвате образования, которое вы видели? Да, все корректно, ответ, либо нет, петля наложена неправильно. Давайте я вам покажу, что здесь сделано не так. Действительно, не совсем корректно наложена петля. Первое. Ну, да, на пяти часах я не о том, как локализуются, а о том, как захватывается ткань. Обратите внимание. Раз, видите, захватили аж соседнюю складку, причем как сильно. Да, значит, ну, можно сейчас срезать, но достаточно опасно. Рекомендуется не захватывать соседние ткани, причем так много. Попросите ассистента снять петлю, раскрыть петлю и наложите более корректно, прямо под основание образования. Тогда у вас не будет никаких шансов сделать ошибки в данной ситуации. Соответственно, во-первых, вам будет легче срезать, потому что меньше ткани захватили, и это более правильно и меньше шансов получить осложнение. Теперь нужно оценить, естественно, края. То есть мы смотрим в белом свете и также используем узкий спектр света и замечательную функцию двойной фокус увеличения, когда мы можем четко посмотреть полностью края и увидеть точечную нормальность рисунок с листой оболочки. Видим еще одно образование и раз увидели еще одно образование. Да, следующий вопрос. Сразу увидели, у вас сразу сформировалась какая-то картина предварительной гистологии данного образования. Как вы считаете, это зубчатое образование, аденома, либо гиперпластическое образование? Пожалуйста, поставьте, да, какая предварительная гистология данного образования? Это зубчатое образование, это аденома, либо гиперпластическое образование? Пожалуйста, отвечайте. Так, ну, большинство очень хорошо, правильно думает. И Евгений Митч сказал вначале, что мы были действительно неудовлетворены результатами, которые мы получали при таком голосовании в предыдущий раз, когда проводили, потому что реально было совсем все плохо. В этот раз вы просто супер, действительно правильно говорите о том, что это зубчатое образование. И следующий вопрос. Такое образование, оно не маленькое. Каким путем вы бы его удалили? Выполнили резекцию слизистой оболочки, холодную петлевую резекцию, либо поликотомию с электрокоагуляцией, либо ни одним из указанных способов. Более того, вспоминать алгоритм, с которого я начинала, и там уже был, в общем-то, ответ и подсказка, как рекомендует американское общество действовать. Итак, каким путем сделали бы резекцию слизистой оболочки, холодную петлевую резекцию. Ну и, в общем-то, процент, проголосовавшийся за эту методику при таком образовании, немаленький, доходит до 40%, ваше мнение, электромия с электрокоагуляцией ноль, ни одним из указанных способов. Ну, в данной ситуации, наверное, действительно, борьба должна быть либо резекцию слизистой оболочки, либо холодную петлевую резекцию. Ну и давайте посмотрим, как на самом деле решался вопрос. В общем-то, хочу что сказать. Вот это образование, оно, в принципе, порядка 20 миллиметров. Ну, может быть, там 22-23. Первое, смотрите, положили образование, и вы не можете на него наложить петлю. Что хочется, ну, как говорилось, можно и подколоть, можно его вывести и так далее, но вместе с тем, ничего страшного, вы берете маленькую петельку, и, ну, на данный момент я, в общем-то, привержен с холодной петлевой резекции. Почему? Если можно удалить 10 миллиметров, нельзя удалить 20 миллиметров. По факту, это два раза наложить петлю на одно образование. Наложили петелечку, правильно определить край, нельзя накладывать посередине, нужно наложить петлю с краю. Удалили один фрагмент, и самое главное, второй фрагмент мы удаляем, наложив на край уже дефекта после удаления первого фрагмента. Итак, двумя фрагментами, по факту, мы удалили это образование. Смотрим края, либо понимаем, что есть еще в крае маленький-маленький, видите, фрагмент, даже петля, это всего лишь десятка, да, то есть этот фрагмент составляет, ну, меньше 5 миллиметров. Мы накладываем на этот фрагмент, подтягиваем, и его также убираем. Вот у нас получился дефект, ну, 23 миллиметра, порядка 23 миллиметров. Что важно? Ничего тут, видите, ни кровотечения, ничего нет, ничего не нужно, ничего бояться. Главное, работать в определенном слое. Опять же, не лезть куда-то глубоко и не забирать глубоко ткань. Да, только мы работаем с слизистой оболочкой данной ситуации. Ну, и обычно я не люблю оставлять никакие мостики, либо что-то, что, ну, не делает круглым овальным дефект после удаления. И петельчик вот на этот хвостик, хотя, видите, он абсолютно нормальный, можно было бы, может, и не удалять, но вместе с тем, может, там какие-то элементы остаются. Приводим этот дефект, надлежащий вид, так вот, овальной, ну, может быть, неровной формы. И что самое главное, опять же, да, ключевое, помимо того, что мы удалили, мы расправляем сейчас полностью площадку после удаления. Если мы ее не расправляли, когда удаляли, понятно, чтобы у нас ткани были более сжаты, чтобы нам было проще накладывать петлю, то сейчас мы можем все раздать, расправить, мы используем СО2 в данной ситуации, ничего не боимся, и четко, прям детально по кусочкам, да, осматриваем все края образования. Справа, слева, спереди, сзади, в белом свете просматриваем, потом в NBI для того, чтобы убедиться, что мы удалили полностью образование и не оставляем никаких элементов зубчатое образование для того, чтобы в дальнейшем, придя к этому месту, увидите какие-то остаточные элементы, либо рецепты. Надо ли удалять? Мы изначально такие дефекты клипировали, стремились, да, но потом поняли, что не надо этого делать, ничего не происходит с ними, можно оставить, вот как оно есть, так и будет все, то есть оно не будет кровить и никаких последствий не будет, если его оставить вот в таком вот виде. Причем это не самый крупный дефект, который мы можем получить. Ну, видите, что вот у данного пациента одно образование брали, второе, третье, то есть при использовании холодной резекции можно удалять столько, сколько у вас есть времени и сил для безопасного удаления. Надо ли вводить? Вот прозвучало, что мы ввели там физраствор в последствии. На самом деле мы на своем опыте поняли, что не надо. Во-первых, это усложняет наложение петли, потому что как с резинового шарика она соскакивает, и если мы уже видим края, то мы можем просто потерять, петля соскучит с ним. Поэтому не нужно вводить физраствор. Более того, одна из последних работ замечательно показала, что введение физраствора в последствии слоя не только не улучшило результаты глубины резекции при холодной петлевой резекции образования, а также методика продемонстрировала более низкий показатель негатива латерального вертикального краев резекции образований. Еще раз, скорее всего, это связано с тем, что петля просто соскакивает, мы можем терять именно границу, на которую мы накладываем без введения физраствора. Итак, в заключении хотел бы сказать, что методика холодной резекции петляльных образований толстой кишки при правильном ее выполнении является оптимальной и безопасной для применения в ходе полноскопии. Рутинной, стандартной, обычной полноскопии, которую вы делаете ежедневно, без рисков кровотечения, перфорации, дискомфорта для пациента, что идеально для стандартного выполнения полноценной полноскопии. Ну и ряд еще раз напоминаний, как правильно выполнять, потому что от того, как вы ее выполняете, будут в дальнейшем и ее эффективность, и результаты этого вмешательства. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Прекрасный доклад. Я думаю, что вы видите, ответы на ваши вопросы практически были абсолютно правильными. Потому что не зря мы с вами занимаемся, с нашей аудиторией. Наша аудитория очень хорошая. Это лучше даже, как мы поняли, чем московская аудитория. Или все-таки тоже ребята послушали, и поэтому теперь выросли над собой. Спасибо большое. Ну что, дальше? Бежим. Евгений, просим вас рассказать нам, что же делать? Буко-зактомию или диссекцию по следствиям слоя? Ну, на самом деле, можно слайды? Подождем. На самом деле, я постараюсь чуть быстрее, потому что я вижу по часам, что уже, по идее, должны сейчас англичане встать и выйти. Это понятно. Но если так уж. Тем не менее, действительно, всегда возникает вопрос не только холодной полипоктомии или горячей. Также возникает вечный вопрос мукозактомии или диссекции по следствиям слоя. Ну, в отличие от всех предыдущих докладов, я постараюсь все-таки, как бы сказать, доложиться в виде Госкомстата. Тем не менее, разделил доклад на две вещи. Первая, как это делается в мировой практике, и как это делается лично у нас в институте. Поэтому сначала мы будем говорить о том, что, конечно, будем говорить только об эпителиальных образованиях, хотя мы удаляем и липомы, и ганглионевреномы, и чем мы только не удаляем этими методиками. Тем не менее, основная масса всех наобразований – это эпителиальные образования. Понятно, что это доброкачественные образования, потому что, ну, они наиболее широко распространены. И другими методиками и методами хирургических вмешательств, если мы заведомо знаем, что это злокачественные образования, мы, конечно, не ставим выбор мукозоктомии или диссекцию по слизистым слоям. Поэтому, конечно, доброкачественные эпителиальные образования высокораспространены с делительностью трудоспособного возраста, обладают достаточно высоким потенциалом к злокачественному перерождению. При этом алгоритмы решения, как мы уже выработали, как с вами вот в течение сегодняшнего дня в беседе, четких границ применения той или иной методики мы пока не выявили. А также, действительно, высокий риск рецидива. Именно рецидив, я имею в виду, не радикальное удаление, потому что только высокопрофессиональный специалист, который либо сделал инъекцию, либо глазом видит границы того же там стелящегося доброкачественного образования, может не допустить рецидива. Опять же, рецидив – это не в онкологическом смысле, а именно как продолженный рост мы имеем в виду. Понятно, что это чисто слайд методологический. Я хочу задать вам первый вопрос и прошу на него ответить, потому что от этого он такой хитрый и очень важный вопрос, который будет сейчас на экране. Вот мы сделали мета-анализ, выбрали в медицинской базе Медлайн более тысячи, получили публикации. Вот скажите, пожалуйста, по ключевым словам было найдено 1018 публикаций. А как вы думаете, какое количество публикаций было связано в сравнении мукозоктомии и диссекции в подслистом слое? Это непростой вопрос. Попробуйте ответить, потому что вы тогда поймете все, что будет происходить дальше. Давайте мы подождем голосование. Сколько работ было посвящено сравнению диссекций и мукозоктомии при удалении эпителионизма образования? Ну, в данном случае толстой кишки, конечно, мы говорим о толстой кишке. Ну, как вы думаете? Я подожду как бы чуть подольше, потому что я понимаю, не все еще голоса учтены. Ну, наверное, можно уже голосование остановить, потому что время... Так вот, действительно, правы те, кто считают, что 8, а вы знаете почему? Больше половины исследователей вообще не проводят сравнительных исследований. То есть, понятно, из этой 1018-518 посвящалось какой-то одной из методик. То есть, очень важен человеческий фактор хирурга, который предпочитает либо диссекцию, либо мукозоктомию. И они не делают, те, кто делает диссекции, фактически не делают мукозоктомии. И те, кто делают мукозоктомии, не делают диссекции. По публикации сравнительных крайне мало. И это просто зависит от привычки хирурга, от его рук. Ну, кстати, опять же, так как это зарубежная статистика, тут меньше. У нас все-таки больше есть еще и материальный фактор, то есть оснащение клиники. Многие клиники не могут себе позволить по оснащению делать те же диссекции. Но если могут, опять же, все равно играет очень важный личный фактор. Так вот, по проведенному метаанализу мы брали продолжительность операций сопоставимых новообразований. Так вот, при удалении сопоставимых новообразований диссекция, конечно, не считая она более сложной методикой, все-таки практически в среднем на час продолжается дольше при удалении сопоставимых новообразований, чем мукозоктомия. Потом вот такой вопрос есть. Мы сразу просто, я чуть тороплюсь, чтобы вы уложились в график времени. Тем не менее, вот скажите, если мы берем анализ работ, как вы думаете, какие новообразования учитываются при статистике удаления эпителемизма образования в зарубежной литературе? Более одного сантиметра, более двух, более трех или менее пяти? Опять же, мы говорим только о диссекциях и мукозоктомиях при удалении данных новообразований. Вот как думаете, в статистику какие новообразования входят? Просто, чтобы вы понимали. Ну, кто как. Давайте по голосованию мы увидим на экране или нет? Или мы опять отдыхаемся вместе? Здравствуйте. Значит, это тоже вопрос непраздный. Почему? Потому что, ну, я думаю, тенденция тут тоже по этому слайду понятна. Неоднозначно, но понятно. Тем не менее, во всех работах действительно идут сравнения новообразований больше двух сантиметров. Почему? Можно следующий слайд? Почему я поставил этот вопрос? Потому что удаляют и мукозоктомии, и диссекции в последствии слоя на образование более двух сантиметров, но при этом в верхней границе вообще нет ограничений. Удаляют и 10, и 15, и циркулярные, и какие угодно. Причем и диссекции, и мукозоктомии, потому что, ну, во многих организациях и во многих, как бы, и многие доктора, в общем-то, совершенно спокойно в душе, мирно живут с резекцией R0, не R0, фрагментация, не фрагментация. У них цель удалительного образования. Той методикой, которую они умеют, которую они знают, им не важно, как они это будут сделать, им главное, чтобы это было какой-то, ну, итоговый, безрецидивный результат. Поэтому, когда мы сравнивали средние размеры на образование, они были статистически незначимы. 3,5 мм была разница по размеру на образование, удаляемых диссекцией и методикой мукозоктомии. Значит, по удалению единоблоком, действительно, вопросов нет. Диссекция в последствии слоя почти в два раза показывает лучшие результаты, чем мукозоктомии. Потому что при удалении крупных на образовании, я потом это покажу чуть дальше в слайдах, действительно, диссекция в последствии слоя значимо более эффективна. Но, опять же, для удаления единоблоком тем, кому это принципиально. И это... Далее мы говорили о резекции R0 при холодной полипоктомии и при горячей. Значит, резекция R0, вот разница сопоставимых на образовании при диссекции, это 80, почти 5 процентов. При мукозоктомии всего лишь 40 процентов на образовании по результатам морфологических исследований дали края резекции R0. Вот вопрос следующий. Ведь тоже мы говорим всегда и об осложнениях. Вот как вам кажется, частота перфорации при выполнении диссекции в последствии слоя выше, если выше, то во сколько, по соответствии с мукозоктомии. Вот результаты сопоставимы в два раза, в три или в пять раз. Вот по своему опыту посмотрите. Частота перфорации при выполнении... Опять же, это не личная пока часть нашего доклада, а именно то, что мы брали по результатам мета-анализа. Ну, смотрите, у нас такого, как бы сказать, усредненного ответа давно не было. Видите? Так, поползли, значит, другие мнения появились. Ну, подождем. Ну, я думаю, достаточно. Итак, где-то первое место сопоставимы. Процентов 20 в два раза, 10 процентов округляем в три раза и те же 10 в пять раз. Давайте попробуем следующий слайд. Так вот. Видите разницу? То есть тоже получаем статистически значимые различия. В пять раз частота перфорации при диссекции в последствии слоя, опять же говорю, сопоставимых новообразований выше. Это как бы данные не мои, это вот восемь авторов, которые по результатам мета-анализа из восьми авторов, все восемь это отмечали. И сразу следующее осложнение, вот давайте точно так же, вот при сопоставимых размерах на образовании. Частота кровотечений после диссекции, если выше, то во сколько? Сопоставимы в два, в три или в четыре раза. Это тоже, в общем-то, все практика. То есть, идя на какую-то манипуляцию, мы должны знать, чем мы рискуем и на что мы идем. Пусть даже, если мы это выполняем хорошо, замечательно, мы должны знать, на что мы идем. Можно посмотреть интерактивное голосование сейчас на этот вопрос. Смотрите как. Воу, люди, разница какая во мнении. Это понятно, что люди, основываясь на собственном опыте, это делают, вот голосование. Наверное, такого усредненного ответа не было. не по одному из, как сказать, выступлений. То есть, видите, насколько мы, если не считали сами, то не знаем, что будет вот дальше. Практически, ну, давайте смотреть вот сейчас, ну, приблизительно равный результат от 20 до 30. Вот так вот. Ну, как, не будем дальше уже смотреть, но приблизительно, вот вы видите, что нет никакого-то единообразия мнения. Так вот, значит, действительно, сопоставимые результаты. То есть, 2,5% после диссекции, опять же, мы не говорим интероперационно, мы говорим послеоперационного осложнения. Понятно, что во всем мире то, что закровило во время операции, не считается как кровотечение, в статистику не входит. Они считают только то, что произошло после операции, уже когда сняли со стола, когда человек в палате и вернулся, что называется, с кровотечением. Поэтому при диссекции, в общем-то, никаких особенных изменений в кровотечении в большую сторону не происходит. 2,5 и 1,9 абсолютно сопоставимые цифры. Давайте дальше, уж мы, коль решили, по липоктомии. Вот скажите, во сколько раз частота рецидивов после мукозоктомии выше, чем после диссекции в последистом слое? Опять же, мы говорим про мировой опыт и про сопоставимые по размеру новообразования. Кстати, тоже интересный факт такой. Количество рецидивов. Опять же, это все исследования проводились. Понятно, что на аппаратуре экспертного уровня, понятно, все это делались очень высококлассными хирургами. То есть эти разницы нивелируются. То есть мы говорим про сопоставимый хирург, сопоставимый аппаратурой. Вот тоже, видите, насколько разное мнение. Ну вот, сопоставимый в 5 раз, в 10, в 15. Но считают, что в 5 раз рецидивов больше при мукозоктомии. Но я думаю, достаточно в плане голосования. Давайте посмотрим. Как вам? Более чем в 15 раз. Более чем. Я уж не стал писать там в 20, чтобы всех не пугать. Ноль было на экране. Но это еще объясняется и тем, что во всем мире, в общем-то, рецидив, а точнее продолженный рост после выполнения мукозоктомии, зачастую хирурги сознательно идут на это, удаляя основную массу, а потом через некоторое время маленькой петлей удаляя стянувшуюся слизистую оболочку с небольшим рецидивом. То есть многие хирурги идут осознанно на последующую повторную операцию. Я потом покажу наши личные данные. В общем-то, ничего страшного в этом нет. Потому что не везде есть материально-техническая и квалифицированная подготовка специалистов для выполнения диссекции в последующем слой. Хотя вы видите, в 15 раз это очень серьезная разница. Так вот, мы сами провели свое исследование, куда включили пациентов с доброкачественными эпителиальными образованиями. Мы специально выбирали только ободочные кишки размерами до 4 см, которые были удалены двумя методиками диссекции и мукозоктомии. Понятно, мы подобрали по полу и возрасту пациентов соответствующие группы специально, чтобы не было статистически значимых различий. Также на образование мы специально ставили, чтобы они были сопоставимых размеров. Почему мы убрали, значит, сейчас еще потом расскажу, почему мы убрали по предыдущему слайду. Мы говорили о прямой кишке, почему мы ее не стали брать, потому что, в общем-то, это зависит от модели стенки кишки. Все-таки в прямой кишке она четырехслойная, а в ободочной кишке она пятислойная модель. И чтобы получить чистый эксперимент, мы брали только удаление диссекции и мукозоктомии именно в ободочной кишке. Так вот, следующий вопрос. Я так немножко из середины начинаю, потому что если я начну дальше рассказывать, вы тогда на эти вопросы будете отвечать очень легко. Как вы думаете, при каком размере новообразования методика мукозоктомии возрастает вероятность фрагментации? Ведь именно ее мы боимся при удалении эпителиальных новообразований. Ну или, скажем так, стараемся не то, что боимся, стараемся избегать. Вот от какого размера мы получаем разницу? Нет. Ну давайте посмотрим. Значит, на самом деле, можно остановить голосование. Мы получаем разницу более 2,5 сантиметра. Причем мы провели рок-анализ, и действительно площадь под рок-кривой была 0,866 тысячных, что, в общем-то, и говорит о хорошей прогностической значимости выбранной нами модели. Да, действительно, больше 2,5 сантиметров мы получили значимые различия. Причем, вот смотрите, был проведен унивариантный анализ, и все остальные факторы не играли роли для риска фрагментации, только размер. То есть вот из 260 удаленных новообразований, 48 были удалены методикой фрагментации, и это единственный был статистически значимый фактор, именно размер. Возможно, это связано, мы считаем, с двумя вещами. Это с размером биопсии, не биопсии, а эндоскопической петли, потому что, ну действительно, мы должны забрать не только само новообразование, но и часть слизистой оболочки прилежащей, это раз. И во-вторых, получается еще такой нюанс, ведь вы наверняка, когда удаляете в обычной практике, часто не можете визуализировать все новообразование целиком сразу. И, соответственно, не всегда возможно наложить сразу всю петлю на целиком новообразование. Вы делаете это фрагментарно, даже не потому, что вы не могли бы большую петлю положить там 3-2, а потому что вы не видите, и вы рискуете зацепить здоровую слизистую, интактную слизистую. Поэтому вот только два этих фактора мы сочли возможными. По осложнениям, после мукозактомии у нас было вот из 207 пациентов 13 были осложнения, был постполипоктомический синдром и были кровотечения. Причем в двух случаях кровотечения при контрольной эндоскопии были признаны состоявшиеся, и мы ничего вообще не делали. У двоих было клипирование. А вот по поводу постполипоктомического синдрома, вот такой интересный вопрос вам. Какой из факторов риска является статистически значимым для возникновения постполипоктомического синдрома при выполнении мукозактомии? Ну, кстати, при диссекции тоже. Как вы думаете, можно голосование посмотреть? То есть мы действительно брали размер, просчитывали стелечись характера роста на образование, локализацию и конвергенцию складок именно в области основания. Да, хочу сказать, что все это то, что мы проводили работу, мы не оперировали полипы на ножках, то есть это все были полипы на широком основании, только для того, чтобы мы могли сравнивать группу диссекций, мукозактом, потому что никто диссекцию полипы на ножке просто в здравом умеет светлой памяти выполнять не будет. Вот, то есть это все были полипы на широких основаниях. Значит, ну, голосование будем считать состоявшимся. Действительно, правы большинство, более половины наших коллег в зале. Можно следующий слайд? Что именно локализация в правых отделах является статистически значимым фактором, потому что в 8 из 9 случаев постполипокотомического синдрома он происходил именно в правых отделах ободочной кишки. Ну, конечно, мы связываем это в основном с толщиной кишечной стенки, она там все-таки чуть потоньше, и поэтому трансмуральный ожог, конечно, бывает чуть поактивнее, воздействует на, соответственно, ну, уже брюшину, то есть на пятый слой, на сирозную оболочку. Далее мы проводили сравнительный анализ диссекции мукозоктомии по всем пунктам, начиная от осложнений и заканчивая фрагментациями, везде были получены статистически значимые различия. Опять же, еще раз подчеркиваю, внизу есть сноска, и вы видели это на рок-кривой при нашем рок-анализе, что статистически значимые различия по фрагментации возникают только при удалении на образование более 2,5 см. Опять же, это в том случае, если мы психологически не готовы удалять на образование методом фрагментации. Во многих центрах это считается абсолютно нормой удалять на образование, в некоторых, например, у нас в нашем учреждении, ну, скажем так, стараемся удалять все-таки единым блоком, поэтому если мы заранее видим и знаем, что мы не сможем удалить мукозоктомии и единый блок, мы стараемся все-таки отдавать в группу, в нашу диссекционную группу, чтобы ребята единым блоком и для морфологов, и для науки, это, скажем так, ну, более правильно, более, скажем так, метод выбора. Далее. Мы оценивали рецидивы в двух группах, понятно, что рецидивы были значимы чаще, и у нас тоже, только, правда, ну, конечно, не в 15 раз, чуть более, чем в 20,5 раз, но, тем не менее, это различие у нас тоже было статистически значимым. И далее мы оценивали факторы риска развития рецидива при унивариантном анализе вот размерного образования, тяжелой дисплазии, конвергенции и фрагментации являлись факторами риска развития рецидива. Мы провели еще один анализ, очень интересно. Вот скажите, вот из этих факторов какой выпал, как риск развития рецидива в итоге, всего мы определили, потом я вам покажу на следующем слайде, только три фактора, которые являются независимыми факторами. А один из этих факторов, соответственно, можно посмотреть голосование? Ух ты, вот так. Ну, по-моему, такого очень у кого сегодня не было, что все по 33. Вот такая тут жесткая борьба все-таки. Вот видно, что практически врачи каждый на себе анализирует. Ну, давайте мы остановим, наверное, голосование. Значит, две основных у нас было, что фрагментация, конвергенция складок. Ну, на самом деле, действительно, если вы внимательно слушали, что фрагментация действительно зависит только от размера, поэтому фрагментация уходит в сектор размера. Чем выше размер, чем чаще фрагментация. Фрагментация под фрагментацию мы при мультивариантном анализе она не попала как в независимый фактор, потому что она всегда подтягивается за счет размера. Чем выше размер, чем больше фрагментация. Поэтому из независимых факторов риска рецидива были получены три. Это размерное образование более 25 миллиметров, тяжелая дисплазия и конвергенция складок. И вот на основании всего этого мы сделали такую номограмму, в верхнем поле которой каждому из независимых факторов риска развития рецидива соответствует определенное количество баллов. После чего мы суммируем эти баллы и переносим на нижнюю часть таблицы, где после суммирования проводим перпендикуляр к риску развития рецидива, который мы специально составили от единицы. То есть, предположим, новообразование более 2,5 см с конвергенции складок в основании из биопсии, то есть при биопсии с тяжелой дисплазией точно риск развития рецидива будет очень высокий. Поэтому мы, зная, но уже заранее понимая, что есть эти три фактора, мы, как правило, отдаем эти новообразования все-таки удалять методом диссекции в последствии, а не методикой мукозоктомии. Но, опять же, это еще очень сильно и во многом зависит от того, какой инструмент у вас есть. И это подтверждает еще то, что не нужно бояться удалять новообразование мукозоктомии, крупное новообразование, если вы, как бы сказать, внимательно, поэтапно. Та же, как вот наша коллега показывала, что она холодная полипоктомия делает от края к другому краю, не вырезает центр, а потом кусочничает по краям. Она сначала один краевый балл, то же самое можно делать методикой мукозоктомии. Любое размерное образование во многих странах удаляет и циркулярные, и 10-сантиметровые. Если вы заведомо не хотите фрагментации, и вы не то что боитесь, но вы не хотите рецидива, хотя во всем, как бы сказать, в мировом сообществе доброкачественного образования не боятся рецидива. Не рецидив, опять же, продолженного роста. Всегда говоря о рецидиве, я говорю о продолженном росте из-за недоудаления. Поэтому можно удалять и то, и другое методикой, но если вы боитесь риска рецидива, конечно, крупное новообразование. Более правильно удалять методикой диссекции в последствии слоя. Если нет, то вот таблица вам в помощь, которую мы делали, и она действительно работает. Мы иногда просто, что называется, вымеряли по ней, на какую методику нам эти. Тем более сейчас все-таки материальный фактор тоже играет роль. И потом уходить, не доделав одну методику, начинать другую. Но не все могут себе это позволить. Даже мы себе этого позволить не можем. Вот. Спасибо вам за внимание. Я постарался чуть побыстрее ускорить, чтобы не потерять вас всех в этом зале. Вот. Спасибо большое. Можно в зал вопрос задать? Ребят, кто владеет методикой диссекции по последствиям слоя? Руки поднимите, пожалуйста. Три, четыре, пять. Не лезь рук. Амукозактомии. Молодцы. И оперируете? Да. А холодный? Смотрите, да? Понарастающие. Блестяще, да. Так что, вот видите, оказывается, холодный можно тоже удалять. Большие на образование, да? Метод фрагментации. У нас, Юрий Евгеньевич, не сторонник холодной полипетики. Да, и не сторонник, да. А у меня зрение плохое. Я... Горячая полипектомия, по моему, как бы сказать, личному убеждению, на самом деле я не против ни той другой методики. Это просто я не люблю. Вот конкретно, вот помните, я вначале говорил, мы сколько было сравнительных? Было 8 из более чем тысячи. Но это 8, которые сравнивают. А остальные делают либо диссекцию, либо мукозактомию, не сравнивая. Так я мне просто не нравится, потому что при горячем удалении, да, у меня там за 15, за 20 лет работы была одна перфорация. Вот имеется одна за 15 лет, больше, наверное, больше 15, 25 лет удаления полипов, одна. Ну, знаете, ну, это как эритроцит в мочи 1-2 в поле зрения, я могу себе это позволить. Вот, но зато я могу сказать, что когда идет обжигание края новообразования при горячей полипектомии, многие огрехи она прощает, горячая полипектомия. Не всегда же вы делаете инъекцию, не всегда виден хорошо краешек. И не у всех аппараты экспертного класса, как у Вики Владимировича Веселова. А мне очень понравился, знаете, термин у Юрия Евгеньевича. Продолженный рост, да, насколько точно он отражает не рецидив, а продолженный рост. Это к вопросу об интервальном колоректальном раке, да. Не досмотрели, не доудаляли, получите колоректальный рак, да, продолженный рост. Да. Давайте остановим его, этот колоректальный рак. Видите, пожалуйста. Пошли остановить. Давайте убирать только... Пошли остановить. Закончили. Коллеги, удивительное количество участников на прекурсе в среду. Никто не ожидал. Но я думаю, что, конечно, соскучились все друг по другу, это понятно. Но и тема, согласитесь, была интересная. Докладчики великолепные, дружеские, относящиеся к друг другу. А это всегда возможность глубоко проанализировать, не скрывая ничего, тот или иной раздел. Ну и интерактивные дискуссии, обсуждения, то, что Женя попросил нас сделать, мне кажется, тоже дополнительный интерес, надеюсь, к вам принесло. Не прощаемся, еще впереди целых два дня, российско-японские, к сожалению, в японском стиле, коллеги написали, что переносим на 23-й год. Но ничего, зато два дня своих будет веселых. Хорошего вечера. Спасибо большое. Всего доброго.